Всем добрый вечер. Я вас приветствую на своем канале. Мы разбираем с вами карты из коллекции Густаво Дере, которую выпустила компания Лос Карабео. И сегодня у нас на обзоре будет карта под названием Пятерка Кубков. И я, как всегда, честно говоря, в некотором замешательстве и затруднении. С чего начать? Начать с разбора, как это в традиционном виде выглядит карта Пятерка Кубков, или начать все-таки с библейского повествования относительно того персонажа, который здесь изображен. И вы знаете, постоянно у меня эти метания. Каждый раз я вот в голове понимаю, что вот такой вариант был бы предпочтительнее. Так, мне кажется, полнее люди поймут тему, она им зайдет, будет интереснее, и информация глубже и лучше проникнет. Потом в какой-то момент я, переменяя свое решение, понимаю, что нет, все-таки так. И пока я никакого алгоритма однозначного не выработал. Конечно, было бы идеально, чтобы вот в какой-то момент, когда я начинаю эфир, то я понимал, что как минимум по одной из этих частей у вас есть та же информация, что есть у меня. Я не исключаю, что ее может быть у вас и намного больше, но я же не знаю наверняка. И в итоге я должен действовать с той точки зрения, с той позиции, чтобы как-то постепенно раскрывать вам те или иные данные, чтобы и не запутать, и быть каким-то логичным, последовательным. И одновременно же хочется быть еще и интересным, чтобы, я понимаю, достаточно временами сухой текст и не так все увлекательно и интересно, как может быть какой-то другой контент. Поэтому приходится думать над тем, как его подать, как его преподнести, с какой стороны начать и так далее и тому подобное. Поэтому, наверное, мы сделаем так. Я расскажу небольшую предысторию относительно того, что изображено на карте из колоды Гюстава Дере. Потом мы по традиции посмотрим, как у нас выглядит колода, точнее, как эта карта у нас выглядит, ее описание относительно ведущих тантарологов, какого-то общего мнения имеется в виду. Посмотрим, какой зодиакальный дом соответствует. А потом, наверное, мы вернемся и закрепим уже в библейском сюжете полнее то все, что мы узнаем. То есть найдем какие-то соответствия. Наверное, так мы поступим. В общем, давайте мы с вами перемещаться в наш урок. Заходим мы в колоду, в раздел Библию. Напоминаю, кто этот урок смотрит впервые, что все гравюры, которые содержатся в колоде, то есть все 78 карт, они разделены по определенным сюжетам. И так получилось, что составители колоды Лос Карабе выбрали 26 карт, на которых изображен библейский сюжет. И, соответственно, мы идем по книгам. Вот такую вымрал я тематику, то есть не по, например, мастям, не по страшносту урканов или какой-то там последовательности, а именно по книгам. И причем здесь нет какой-то хронологии по событиям. То есть мы разбираем карты в каком-то таком хаотичном, только мне известном порядке. Почему я так вымрал, честно говоря, не знаю. Вот просто вымрал и все. Не задумываясь. Так, давайте мы сразу перемещаемся тогда в наш сегодняшний урок. Напоминаю, что мы разбираем сами масть кубки и всего три карты, которые у нас соответствуют библейскому сюжету, и они попадают сюда. Ну и вы сразу видите, что надпись с названием урока называется «Пророк Амос». Амос, кто как называет, я не уверен точно, как ударение правильно ставить. И можно сказать, что почти вся гравюра, она изображена на карте. Совсем небольшие края обрезаны, а та часть, которая обрезана, она почти нам ни о чем не говорит. Кроме небольшой маленькой детали. Что Амос, кророк, он стоит и наблюдает с вершины холма на некий город. Вот, непонятно пока что еще за город, коль мы не читали контекста. Возможно, какой-то собирательный образ этого города, возможно, какой-то конкретный. Но это вот единственная деталь, которая, возможно, могла бы полнее раскрыть нам суть этой карты. Но для того, я здесь и нахожусь, для того мы с вами и разбираем вместе эту карту, для того, чтобы создать у нас мощный архетипичный образ, как я уже говорил неоднократно эту избитую фразу, потому что здесь есть какой-то собирательный образ. А вот здесь очень часто в колоде Густава Дере изображен какой-то конкретный персонаж или какая-то конкретная сцена библейская, узнав о которой как можно больше информации, мы у себя в голове сформируем не просто заученные какие-то фразы, как проигрывается эта карта в любовных отношениях, как она может проиграться в сфере работы, а мы с вами формируем образ, мы сферуем понимание на основании исторической книги о том, что здесь изображено. И в итоге, вытаскивая такую карту при работе в раскладе, мы просто будем с вами уже пользоваться, условно говоря, нашей логикой, пользоваться умом, сознанием и понимать, что может означать данное действие либо данное событие в жизни какого-то конкретного человека, абстракта, который случится в будущем, когда будет к нам обращаться. Вот так. Ну, само собой, конечно, мы пройдемся и по этой карте, и поговорим с вами в разрезе этих двух, как они между собой сочетаются, как они могут друг друга дополнить, об одном и том же они говорят или нет. И, должно сказать, что не так много будет дополнительной какой-то информации, имеется в виду в разрезе искусства или какие-то, может быть, интересные данные, факты, которые не столько относятся к карте, сколько расширяют кругозор. Ничего такого я не составлял, потому что, когда начал готовить материал, понял, что его очень много получается, и хотелось бы уделить внимание именно этому материалу. Стоит также сказать, что книга пророка Амоса, она сама по себе небольшая, и в Библии занимает 9 глав, то есть немного страничек, но если мы будем читать всю эту книгу, это займет у нас час времени, это вот, ну, просто чтобы прочитать. Так, чтобы читать, останавливаться, обсуждать, в общем, в той манере, в которой привычно для меня, это будет очень долго, а работы у нас будет еще впереди много, кроме всего этого, поэтому, думаю, что устанете, и это будет тяжело. В идеале, захотите, можете прочесть всю книгу пророка Амоса, и вам это расширит немножко понимание контекста и всего-всего-всего. Так, как и говорил, небольшой контекст. Значит, сам по себе пророк, который изображен, и который является отчасти главным героем у нас сегодня, он является пророком северного израильского государства. Напоминаю, что в какой-то момент все 12 колен, они разделились на два главных государства, на южное государство иудейское, и на северное израильское. Столица иудейского государства – Иерусалим, который находится очень близко на границе двух государств. Но он все же относится к иудейскому государству. Столица израильского северного – это Самария, город. И пророк Амос, значит, он получает некоторые видения от Господа, которые он извещает народу. В первую очередь анрисует это, поскольку он живет в израильской земле, то он анрисует это израильтянам. Он анрисует эти слова северному государству, хотя они касаются в целом всех иудеев, всех евреев обеих государств. Отчасти, они могут касаться соседних народов, но скорее, как он о них говорит, но понятное дело, что его слова в первую очередь обращены к израильтянам. Просто он говорит об этих иноплеменных народах, дабы показать какую-то общую картину, как ведет себя Господь по отношению к ним, как по отношению к евреям. И его в целом, вся эта книга, все его пророчества неутешительны. Они как раз очень похожи на вот эту самую карту, пятерку кубков. И визуально мы можем видеть, что эти две карты похожи. И там и там стоит человек в неком таком плаще, одеянии. И сама его поза, его фигура, она несет некую такую грусть, тоску. Выглядит мрачновато, хотя сама по себе карта черно-белая, но и поза, и все-все-все говорит об этом. И мы сейчас поймем с вами почему. Потому что те все видения и те слова, которые Господь говорит Амосу, чтобы он их озвучил потом израильтянам, они говорят об очень проблемных и бедственных временах, которые наступают для евреев. Вначале он, обращаясь к израильтянам, говорит, мол, посмотрите на соседнее государство Филистимское, посмотрите на соседнее государство Эдомское, посмотрите на стены города Тир, посмотрите на Фиман, посмотрите, в общем, на сынов Омоновых, на Мавитян, на все те народы, которые являются соседними, которые в какой-то момент, читая Библию, видишь, что они происходят там в какой-то момент из одного и того же, из одной и той же семьи. Ну, потом идет одно колено, одно какое-то поколение, которое остается поклоняться единственному Богу, а другие рассеиваются по лицу земли, становятся соседними народами и поклоняясь каким-то другим богам. И вот он говорит вначале в своем видении, что вот есть такие-то земли, я их не пощажу, этот народ, истреблю за то-то и за то-то, за то, что они делали вот это, они делали вот это. И там в первую очередь идет перечисление, знаете о чем? О таких каких-то вещах общечеловеческие моральные принципы, без привязки к какому-либо эгрегору, христианскому, иудейскому. В общем, скажем так, независимо от того, какое бы ни было племя, даже самое какое-то отдаленное, которое можно назвать бескультурным, которое склонно к каннибализму, но есть вещи, врожденные у людей, которые нам, как человеческой расе, присущи. Это, например, все понимают, что обманывать плохо, убивать плохо, любить хорошо, заботиться хорошо, ну какие-то такие вот, знаете, я же говорю еще раз, основополагающие вещи, которые, ну не дать, не взять, они просто есть, потому что, не знаю, дурацкое может быть сравнение, это как большие уши у слона и как хвост у кота, то есть это то, что просто в нас есть, этого не отнять, не дать, не взять, это заложено в нас. Так вот, когда он говорит об этих народах, иноплеменных, он как раз и обращает внимание на те их преступления и прегрешения, которые являются такими, ну, общими для всех язычников, что ли, для соседних народов, для идолопоклонников, то есть за то, что они там нападали, за то, что они убивали, за то, что они разрушали, за то, что там, например, нападали на беременных жен, вырезали, вот такие какие-то вещи, ну, действительно, как говорится, есть за что истреблять. Но когда он обращает свой голос через пророка Амоса на дом Израилевой, он говорит уже несколько иные слова. И ощущение, он так, вообще-то, прямо и говорит, что у него здесь требования выше, намного выше, и планка выше, потому что вы являетесь моим избранным народом, а не просто какими-то иноплеменниками. Именно я с вами заключил завет, вы должны были стать тем богоизбранным народом, скажем, народом первосвященников, помните? Это у нас было, по-моему, в магии, мы когда разбирали Моисея. А может быть, в Соломоне, я вот не очень помню. Но суть заключалась в том, что израильские государства должны были разрастаться до такой степени, чтобы вот эту самую весть нести всем людям, условно говоря, всей планете, чтобы в какой-то момент, как у Израиля было 12 колен, и только одно колено левитов являлось по праву рождения священниками, так вот, чтобы вот этими самими священниками в итоге и стал весь еврейский народ, неся благую весть и заботясь о всем человечестве. Но, как мы с вами знаем, не случилось этого. Пришел Иисус Христос к потерянным отцам дома Израилева, и пришлось эту всю ситуацию менять. И вот, когда уже Амос обращается к иудейскому государству, хочу, кстати, напомнить, что иудейское государство очень долгое время, это было и во время судей, и во время царей, оно считалось, ну, и так это было видно по поведению, более богобоязненным, больше ходящим по путям Господа, чем израильское. И тем не менее, так говорит Господь, за три преступления иуды и за четыре не пощажу его. Вот эта фраза, за три преступления и за четыре, не обращайте внимания, он так обращается ко всем народам, имеется в виду, что за много преступлений, и за то, и за то, и за то, и за три, и за четыре, то есть есть за что, в общем-то, наказывать. И за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановлений его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. И так говорит Господь, за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его. То есть, то было иудейское государство, а теперь израильское. Если вначале, читая книгу, можно было бы евреям возрадоваться, о, наконец-то будут покараны вот эти все окружающие их язычники, то потом пророк Амос переметнулся на иудейское государство, а потом еще и на израильское, говоря, что и его он не пощадит. Потому что, почему? Потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалей. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. И вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. И вот здесь выступает очень большой контраст. В отличие от соседних народов, где, казалось бы, он их будет наказывать за, ну, явные такие, я бы сказал, внешние грубые проявления какой-то человеческой жадности, алчности, насилия. А здесь речь идет, когда он говорит об израиле, он говорит, вот, обратите внимание, на что, с чего вот самые первые слова начинаются, за что он будет их наказывать. «Потому что продают правого за серебро, и бедного за пару сандалей. Жажду, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают». То есть не идет речь сразу о том, как не надо поклоняться, либо не поклоняться. Не идет речь о том, насколько праведными путями ходят израильтяне, что они, какие хорошие дела совершают, и насколько они там делают все сожжения в своих храмах, и каким они богам служат, мне, либо не мне. А речь идет просто о каких-то таких вот высокоморальных человеческих принципах. Обижают бедного, его угнетают, за пару сандалей его оббирают до последней какой-то нитки и копейки, хотят, чтобы прах земной был на голове бедных, извращают путь кротких. Говорится также о каких-то извращенных, ну, в какой-то степени сексуальных ориентаций, в том, в плане, что и муж, и отец, и сын, они ходят там к одной женщине, да, такой намек на какое-то некое кровосмышение, мол, ну, непонятно, потом от кого там сын родится, да. И на одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. Вот момент тоже интересный. Во второзаконе, когда Моисей давал закон, он говорил, что нельзя у человека брать в залог его одежду. Ну, если это, я имею в виду, последнее, да, что-то его. Потому что таким образом ты делаешь бедным его, ты вообще его оббираешь. И не разрешалось этого делать. А здесь идет речь, что он взыщен за что? За то, что вы возлежите при всяком жертвеннике на одеждах, взятых в залог. То есть, мало того, что вот это некое лицемерие ощущается у этих людей, то есть, они забирают одежду у правого, у бедного, вот, в общем, у того, кто не защищен в социуме, кто не защищен в этом государстве, они забирают последнее, и при этом еще возлежат в храме, ну, как бы, знаете, как вот, попадается же вам, да, по дорогам ездят автомобили, где вот такой есть определенный значатчик, как видно, что как-то машину не крестили, как это, осветили ее, да, а при этом, если ты так вдруг столкнешься с водителем, я не говорю, что все-таки, я имею в виду, что это имеет место быть, то ты понимаешь, дружище, а вообще зачем, в общем-то, ты эту машину светил, что тебе это дало, это что, добавило тебе какого-то Духа Святого в твою голову, в твое тело, как-то на что-то повлияло, то есть, ситуация очень похожа, речь идет о том, что они могут возлежать, возле жертвенника вкушать вино на тех одеждах, которые они нечестным путем отобрали. Я истребил перед лицом их Амарея, которого, он говорит о том, что он истребил соседние народы, то есть, за что они боролись? Они боролись за то, чтобы быть в земле обетованной. Их туда привел Бог, был завет заключенный, конкретно, это не сейчас тут, у нас есть общий какой-то Бог для всех, Всевышний, который доступен для всех. В то время был конкретно Бог сынов Израилевых. Если вы будете слушать меня, то я приведу вас в землю, где течет молоко и мед, и ваше потомство будет, как песок морской, как звезды небесные, неисчислимые. Только ходите по путям моим, и заповедям мои соблюдайте. Это случилось, были изнаны все народы, а теперь он говорит, ну, непрямым текстом, но суть такая же. А зачем, в общем-то, я это все делал, если вы теперь делаете то же самое, что эти народы, которые населяли эту землю? И смысл было вот этого всего, если вы пошли по тем же путям и поклоняетесь тем же богам. Из сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израилева, говорит Господь? А вы, Назареев, поили вином, и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вот, я предавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет свои жизни. В целом здесь 9 глав, это я так прочитал сейчас 2 главы, для того, чтобы у вас составить общую какую-то картину. В целом, глядя на эту карту, должен я сказать, что все 9 глав, когда ты их читаешь, они очень хорошо соответствуют вот этому состоянию. Представьте себе, на секундочку, человека, который живет в Израиле, в Северном государстве, он является пророком, должен сказать, что Амос, он не был из числа левитов, он не был первосвященником, он не имел никакого сана, там он называется то ли пастухом, то ли скотоводом, сути не меняют, человек работал возле земли, у него было какое-то свое хозяйство, либо он был наемным работником, но в какой-то момент эти слова ему были открыты, и он их должен был провозгласить, ибо он, как говорил, я не мог не молчать, если Господь мне вещает, как я могу молчать? В итоге он говорит очень неприятные вещи не соседним государствам, а по большому счету самому себе, потому что он является частью этого общества, где живет. И чем больше пророк Амос все это слышит, чем больше он открывает всех этих знаний, тем больше его внешний вид, его внутреннее состояние похоже на пятерку кубков, что в этом случае, что в этом, потому что речь идет о том, что Господь уничтожит не только соседние народы, но он уничтожит и иудейский народ, и народ Израиля, и перечисляет за что. И вот здесь как раз Господь уже взывает именно к тому, что заключен завет между ним и домом Израиля, и что они не богоизбранный народ, и к ним да, больше привилегий, но и больше требований, потому что на вас возложены больше обязательств. Очень вся мрачная картина. Здесь долго рассказывается, что он будет делать, с кем он и как будет делать. Единственное, что тоже важный момент, потому что мы здесь на карте видим пятерка кубков, три кубка перевернутые, вылитые, на которые человек смотрит, из-за чего очень огорчен, а два кубка стоит позади него полные, которые могли бы дать ему некую надежду, но он ее не замечает. Пророка мост также слышит все эти ужасные, страшные вещи, и он смотрит, это видно по гравюре, с высоты холма на город, возможно, это как раз и будет тот город, который впоследствии будет уничтожен, численные будут убиты, взяты в плен, как здесь говорит Господь, что если была тысяча, то из нее оставлю сотню, если была сотня, из нее останется десять, а если было десять человек, то из нее никого не останется. И даже если кто-то придет к этому дому и скажет, а что, мол, случилось, из-за того, что, ответят, что из-за того, что они ходили по путям Господа, мало того, еще и именно ее не стоит упоминать в этом случае. То есть имеется в виду, что настолько будет плохая ситуация, плачевная, что и справедливая, бессмысленно даже и взывать ко мне, и просить, и умолять. Но вот такой вот интересный момент здесь также пророк Аммос открывает. И так говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти льва две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии, в углу постели и в Дамаске на ложе. Что имеется в виду? Когда лев нападает на свою добычу, и он уже почти все съел, то можно там еще, условно говоря, отомрать у него, либо он сам оставил там, как говорится, две голени, либо часть уха. Какие-то объедки, какие-то остатки. Вот в целом все тело съедено, и какие-то объедки будут. Вот, и он говорит о том, что весь дом Израилев будет уничтожен, но часть его какая-то, она останется, она уцелеет. Те, которые сидят в Самарии, в углу постели, либо в Дамаске на ложе. Дамаск это соседнее государство, но, учитывая их близость, это люди очень часто из рентяне могли жить в Дамаске. Я имею в виду, это Сирия, столица сирийского гусанаруса тогдашнего. Давайте, давайте, наверное, на этом мы остановимся. Или нет? Или все-таки давайте, может, мы уже добьем до конца? Это что ж такое? Никак не могу не решиться, что его делать. Да, давайте мы перейдем тогда с вами уже к более подробному детальному разбору вот этой карты, как она в традиционном значении читается, что по ней проходит, а потом вернемся еще раз к нашему пророку Амосу. Но в целом вы уже картину поняли, что происходит. Пророку Амосу открывается видение о ужасных событиях, которые будут разворачиваться в будущем с домом Израиля и с домом Иуды, о том, что они будут жестоко наказаны, так же, как и соседние народы, о том, что их заберут в плен, о том, что их убьют, о том, что их выведут, и ничто им не поможет. Как там говорилось, то есть, ни тот, кто на коне снится, ни тот, кто там какой-то сильный, быстрый, никто не сможет укрыться. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный, срабрых убежит ногой в тот день, и у проворного не станет силой бежать, и крепкий не удержит крепости своей. То есть, не будет шансов и возможностей спастись. И давайте посмотрим с вами уже на традиционное значение. Так, смотрим мы вот на эту карту, пятерка кубков. Покинутый, оскорбленный, стоит человек в черном траурном плаще, и пристально и печально смотрит на три разлитых чаши, символизирующие его разбитые надежды. Кажется, он потерял надежду и радость. Ну, это в целом такое описание карты, я бы даже сказал, настроение самой этой карты, без деталей, которые тут еще видно в виде реки, в виде моста, города. К этому мы вернемся чуть позже. Пока вот то, что на первом плане, то, что бросается в глаза. Самое традиционное значение, трудные отношения, или неожиданные, неприятные помехи в делах. Но, главное, скорбь о потерянном. Пятерка чаш, это карта печали, боли и меланхолии. И мы видим действительно, что человек, видя этих три пролитых чаши, он настолько горюет из этого, настолько опечалился, что ни о чем другом он думать и не может. Она может показывать, что мы потеряли что-то, бывшее для нас долгое время важным. Или что-то важное так и не произошло. Тут два момента. Либо мы потеряли то, что имели, либо были какие-то у нас надежды, которые не оправдались. Эта карта связана с сильными эмоциями. Напоминаю, что кубки это у нас эмоции. И здесь, кстати, тоже эмоции, потому что пророк Амос предвещает о том, чего еще не произошло, что должно быть. Поэтому, фактически, никакой беды еще не случилось. Это лишь эмоции. Да, мы с вами знаем, что эти пророчества, они такие исполнятся спустя длительное время. Ну, в разрезе одной человеческой жизни длительное, а в разрезе истории человеческой достаточно быстро все это произошло. Но по факту здесь нету действий прямых. Это все лишь пока слова, это все лишь эмоции, это все лишь переживания. Что здесь, что здесь. В тот момент стоит уяснить, что по этой карте идут очень сильные душевные переживания, терзания, относительно того, что может произойти, либо относительно того, что, например, так и не случилось, если мы чего-то ожидали. Эта карта связана с сильными эмоциями, и в этом ее отличие от апатической четверки чаш. Это может быть праведный гнев или любовное страдание, но чаще всего душевная боль, которую нельзя преодолеть раньше положенного срока. Эмоциональный кризис, депрессия. И вот тоже интересный момент, на что стоит обратить внимание. Невозможно преодолеть раньше положенного срока. И мы с вами сегодня еще поговорим о Сатурне, поговорим о Карме, и поговорим в целом о Десятом Доме, потому что из всех просмотренных, вымранных домов это тот, который наиболее всего соответствует духу этой карты. Это у нас Аркан Башни. Кто не смотрел, может вернуться и посмотреть, либо напомнить себе по Аркану Башни, какие у нас происходят вещи. В целом, я бы так сказал, что у этой карты есть оттенок Аркана Башни. Единственное, что там подразумевают уже какие-то действия, а здесь скорее эмоциональное потрясение от этих действий, либо уже произошедших, либо те, которые могут быть. что-то доставляющее некогда радость и услаждавшее душу осталось позади. И эту боль надо осмыслить и пережить. И вот по этой карте пророк Амос и говорит о том, что вот вы, израильтяне, вы жертвы любите приносить, вы любите праздно жить, он обращается и женщина там отдельно, о том, что вы посылаете своих мужей за вином, вы опять же обижаете бедных, вы живете на широкую ногу, и все ваше служение выглядит скорее неким формальным, удобным для вас, вы живете хорошей, мирной, спокойной жизнью. И вот это как раз очень хорошо перекликается с тем, что то, что произойдет с вами, оно сделает вам эту самую пятерку кубков, оно сделает эту пятерку чаш. То есть что-то доставлявшее некогда радость и услаждавшее душу осталось позади. И эту боль надо смыслить и пережить. То есть пока это еще душевная боль, но если ею проникнуться и понять, что это правда, то в общем-то карта очень печальная и мягко говоря радости она мало оставит израильтянам, которые услышат эти слова. Это радикальное разочарование, в котором сам человек не видит ничего позитивного. Опустошенность может очистить место для нового наполнения, но находясь в пространстве пятерки чаш, человек еще не может увидеть то, что вознаградит его за это. Помним, есть двойка кубков, которая имеется в виду два кубка, которые полные, которые не опустошенные, и это та позитивная часть карты, которая в ней содержится, но главная фишка, что человек этого не замечает. И пророк Амос, который предвещает все эти ужасные вещи, девяти главах, которые будут происходить с домом Израилевым, он также дает и некую надежду. Во-первых, я сказал уже про вот это ухо и две голени, которые остаются после льва, что не весь дом Израилевый будет уничтожен, то есть какая-то малая часть останется. Вот еще в конце, буквально три стиха в конце всей книги Господь говорит, вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, отопчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут, и возвращу из плена народ мой Израиля, и застроит опустевшие города. Девять глав посвящены всему ужасному, что будет происходить с народом, за что это и почему это, всевозможные керамические принципы, почему так будет происходить, и три последних стиха говорят о том, что наступит время однажды, когда сеятель еще застанет того, кто жнеца застанет, имеется в виду, что настолько будет большое обилие урожая, что когда уже придет пора сеять новый урожай, еще прежний невесть соберут, и когда придет пора садить новый виноград, еще прежний невесть виноград выдавит для вина. Это как раз и есть не то, что намек, а прямое указание на двойку кубков, на двойку чаш, но горя так много, и все эти ужасные вещи, которые будут происходить с народом Израиля, они настолько омрачают уже нынешнее существование людей, хотя еще ничего не случилось, но настолько омрачают, что они и думать не думают об этих двойках чаш, потому что еще нужно пережить все то плохое, что будет происходить, и когда-то там потом случится это хорошее. Вот мы сейчас и читаем, что нам авторы пишут о том, что вот это радикальное разочарование, и в нем человек ничего позитивного не видит. Опустошенность может очистить место для нового наполнения. Вот эти три кубка, либо вот эти все ужасные события, которые будут происходить с народом Израиля, они должны освободить место для двух кубков хороших. Вот эти три кубка плохих, их надо уничтожить, их надо убрать, и оставить место для двух хороших. Вот здесь, кстати, есть несколько интересных стихов. Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю, дом Иакова это израильтяне имеется ввиду, говорит Господь, ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю. Вот этот момент, о чем только что мы прочитали, значит, я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не упадет на землю. Что имеется ввиду? Раньше в древности как просеивали зерна? Просеивали зерна с помощью двух больших сит. Они были с разным размером ячеек. В чем заключалась задача? Задача заключалась в том, чтобы отделить крупный мусор от зерна и мелкий мусор от зерна. Это достигалось с помощью как раз двух сит с разным размером ячейки. Проселось таким образом, чтобы просыпалось вначале все зерно через первое крупное сито, а крупные какие-то камушки остались. А второе сито было более мелкое, с тем, чтобы наоборот пыль и мелкие камушки просыпались еще дальше, а зерна остались снова в сите. То есть как бы очистить. Если вы помните, может быть, Иисус Христос говорил также об этом спустя тысячи лет, о том, чтобы отделить зерна от плевел, а хорошее отсеять от плохого. Так вот, Господь также говорит о том, что Он истребит дом Израилевой, но не весь. Он их рассеет по лицу земли, но с помощью сита Он их соберет. А что имеется в виду? Это вот прям речь идет о каком-то выборочном просеивании, о том, что глобально все будут уничтожены, ну, если так можно сказать, забрены в плен, разграблено, земля, все будет разрушено и разбито, и рассеяно по земле, но с помощью вот этих сит, с помощью уже какого-то индивидуального подхода будут отделены одни от других, так, чтобы можно было восстановить этот самый народ, то есть, вот этих два кубка. К чему это все говорил? это было все к тому, что, 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 радикальное разочарование, в котором сам человек не видит ничего позитивного, и действительно позитивного в этом ничего нет, но здесь такая же задача, как была задача при потопе, как такая же задача, как была при разрушении башни, для того, чтобы можно было отделить, условно говоря, говорим библейским языком, праведников от грешников, для того, чтобы можно было создать новый пласт, новое общество, новое поколение людей. Для этого необходимо дать страшное потрясение. Мы дальше когда будем говорить об этой карте, как она проигрывается на одном человеке, на одном индивидууме, то это то же самое, как если бы убить в себе что-то, какие-то свои старые принципы, старые взгляды, старого себя, самого себя, свое Я, для того, чтобы появилось место, как говорится, святого места пусто не бывает, появилось место для того, чтобы родилось что-то новое, лучшее. Вылить этих три чаши с уксусом, для того, чтобы у тебя было две чаши с вином. И хотя здесь нарисовано всего пять чаш, но представьте, что у вас вначале надо опорожнить чаши, чтобы наполнить их чем-то хорошим. И вот как раз Господь говорит, что вот эти все страшные бедствия, которые будут происходить, и то, как я потом оставлю потомство от дома Иаковлева, и выглядит как это самое очищение. Продолжаем читать про эту карту. Значит, опустошенность может очистить место для нового наполнения, но, находясь в пространстве пятерки чаш, человек еще не может увидеть то, что вознаградит его за это. И да, когда пророк Амос обо всем этом вещает, трудно представить, что это великое благо, эти все бедствия, которые их ждут. Эта карта в неявном виде содержит потенциал новых возможностей или нового взгляда на вещи, которым человек пока не в силах повернуться. Ну, здесь это явно очевидно видно, потому что символически оно так нарисовано и изображено, что человек смотрит и уперся в пролитые чаши, не видит полных. Ловушка этого аркана это застревание в печали. Кто смотрит лишь назад, не заметит любви, даже если она совсем рядом. Это столь глубокое погружение в мысли о своей потере, что человек пересовет обращать внимание на другие цели и на возможности. Ведь мы живем в двойственном мире, где на каждое негативное событие приходится позитивное, а почти каждую потерю можно рассматривать как приобретение. Сложно в это поверить, особенно, когда какое-то горе большое случается с человеком, какое-то бедствие. Но пример израильтян и пример жизни других людей об этом говорит, что из таких вот плохих ситуаций, мы дальше будем говорить, из кармических ситуаций, можно извлечь что-то хорошее. И, к сожалению, очень часто судьба, Господь, карма тычет нас носом в эти ситуации, заставляя нас пройти эти важные уроки. Если мы их не смогли пройти внутренне, не смогли проработать в себе вот эту пятерку чаш. Или помните, почему я сказал про арокан башни? Потому что мы, кстати, вернемся в 10 дом, в 10 дом об этом поговорим, там и Сатурна затронем, и Козерога, ну, в самом 10 дом. Но это как раз и является следствием того, что человек выстроил себе высокую башню, не надеясь на Господа, не пытаясь проработать свою карму. Помните, как в башне я говорил, что является промразом современной башни на сегодня? Это потенциальная возможность свалить с этой чертовой планеты на замечательную лучшую планету Марс. И там основать новое общество. Но не получится. Это как построить Вавилонскую башню. Не проработав все внутренние проблемы, а просто от них убежав. Но от них убежать невозможно. Ты их за собой потащишь сквозь миллионы световых лет, и там же они тебя снова настигнут. Мы это видим. Вот все, о чем здесь пишется в Библии, это писалось несколько тысяч лет назад. Но имеет такую же актуальность и сегодня. Вы сегодня, если вы придерживаетесь православной веры, также пойдете в церковь. И на сегодня это во многом также является такой же формальностью, как и во времена пророка Амоса, когда люди возъезжали возле жертвенников, когда они формально были очень праведными, они приносили жертвы, они ждали субботу, они ждали новолуния, и все было замечательно. Но моральные принципы у тех людей были несколько иные. Они спокойно могли отомрать последнего нищего. Ну, в общем-то, мы это вначале читали. Возвращаемся к разбору вот этой карты. Видите, так получается, что мы параллельно одновременно разбираем две. Так, так, так. По пятерке чаш мы что-то теряем, испытываем огорчение и сожаление. Это может быть и что-то вполне материальное, но чаще всего это иллюзия, мечта, чувство. Главная особенность этого облома, ну, по этой карте можно такое сказать слово, облом, не все потеряно, главная особенность, не все потеряно, новые возможности символизируют две чаши за спиной персонажа, может указывать на желание отвернуться в своем недовольстве от несовершенства ситуации. Это как вот жители Северного Царства, мы об этом еще не читали, но когда пророк Амос начал им все это рассказывать и говорить, они, эй, секундочку, секундочку, иди вон в Южное Государство, туда, в Иудею, и там рассказывай, а нам не надо вот эти все сказочки твои рассказывать, не надо, кто-то такое, чтобы нам вот это все обещать. Тебя кто? Назначил кто-то этим глашатаем, зачем ты нам обо всем этом рассказываешь? Вот, так это очень хорошо как раз перекликается с традиционным значением по этой карте, где идет речь о том, что где-то текст потерял, что может указывать на желание отвернуться в своем недовольстве от несовершенства ситуации. То есть, есть какая-то неприятная ситуация. Пророк Амос говорит о том, что, ребята, что вы делаете вообще на секундочку? Остановитесь и задумайтесь, так ли вы живете, как стоит себя вести? Потому что, если не поменяется ситуация, то говорит Господь о том, что будет с вами то-то, то-то и то-то, за три, за четыре преступления он вас накажет. А они, видя, ну, как говорится, вот эту всю правду, они от этого пытаются отвернуться, и вот по этой карте это очень хорошо также проигрывается. Просто здесь есть явная конкретная ситуация. нежелание замечать каких-то негативных моментов и от них отворачивания. Так, как карта будущего говорит о признании ошибок, о времени печали и о возвращении в поток жизни со временем? Ну, это, скажем, тут я себе записал пример, это с наследством после похорон. То есть, вот по этой карте такое может мрачное событие происходить. Имеется в виду, что в целом все событие неприятное и мрачное, и два вот этих кубка могут символизировать о каком-то наследстве, которое достается в результате вот этого печального события. и в данный момент здесь и сейчас, конечно, это все плохо и все, что человека занимает его сознание, это, собственно, смерть близкого человека. Но два кубка... Я понимаю, что сложно сравнивать материальное какое-то благо и смерть человека, который тебе дорог и близок, из-за чего ты убиваешься горем, но это имеется в виду, что в каком-то таком практическом применении, не столько в глубинном разборе этой карты, сколько на практике вот такое при определенных обстоятельствах может быть. Как эта карта может у нас проигрываться и выглядеть в самом развитии, то есть, когда речь идет о том, чтобы человек сам переживал эти ощущения и что он может из этого вынести хорошего, плохое, тут и так, вообще-то, очевидно и понятно. Это может быть и затяжное плохое настроение, то есть, просто банально, и сожаление об упущенных возможностях, и сопротивление переменам, и просто внутренний разлад, горькое разочарование, его покинули, надежды рухнули, нечто важное потерпело крах. В общем, все, что касается эмоций, внутренних каких-то переживаний, внутреннего конфликта, и даже если речь идет о внешних каких-то проявлениях, то в любом случае все то, что происходит по этой карте, это происходит внутри нас. Ощущение, что цель существования потеряна, но на самом деле по пятерке чаш мы скорбим о прошлом, стоя спиной к тем жизненным источникам, которые питают наши настоящие. И вспоминая пророка Амоса, вся его поза, все его горе, оно заключалось в том, что ужасные вещи очень скоро произойдут с его народом, с его землей, с его соплеменниками. И то хорошее, единственное, что они будут уничтожены не полностью, а однажды Бог восстановит все равно этот народ, это в общем-то одновременно и подпитывает его, но он не может на этом сосредоточиться. Это не занимает его сейчас сознание. По этой причине, по этой карте на человека нередко давит болезненные воспоминания. По этой карте проходит неприятие себя, даже ненависть, направленная на себя самого, нежелание работать над собой, неумение учиться на собственных ошибках, неумение ориентироваться в собственных чувствах, эмоциональная зависимость от других. Если по вот этой карте не совсем понятно, то по вот этой очень хорошо это прослеживается, когда пророк Амос рассказывал людям, израильтянам, о том, что их ждет, о том, за что их Бог накажет, как они себя ведут, они не желая меняться, они видят эти очевидные вещи, он на них им указал. Если ты имеешь хоть немножко логики в своей голове, каким бы ты ни был закостненным в своем грехе, становись, подумай, признайся, что так и есть, это правда, и начни меняться. Но как раз вот по этой карте и будет идти речь о том, что это непринятие правды и нежелание меняться. Если мы говорим о саморазвитии, человек может осознавать, видеть и понимать, но не хочет меняться, не хочет ничего предпринимать для того, чтобы изменить себя внутри. Это, к сожалению, разочарование, траур, момент боли, который нельзя преодолеть раньше положенного срока. Должно пройти время. Забегая наперед, говоря еще о том, что в этой карте также присутствует Сатурн, то есть это его, я бы сказал так, стихия, это не происходит быстро, это не проходит моментально, это затяжной длительный процесс. Как карта личностного роста символизирует потребность в свободе и переменах. Как правило, человек перерос в текущую ситуацию, а потому должен двигаться вперед, даже если это означает расстаться с близкими людьми или всем тем, к чему испытывает эмоциональную привязанность. Вот по этой карте также про рукамосу уже в момент, когда он все эти вещи узнал, нужно было это все принять, и думать о том, об этом неизбежном, и как это все можно пережить, и пытаться уже сосредоточиться на хорошем, на том, что, в общем-то, будет после всего этого плохого. Это самопожертвование, размышление о смерти и необходимости вновь возобновлять жизнь. Разрушение делает свое дело, но без него нельзя. Оно сметает несовершенные структуры, чтобы на их месте возникло что-то лучшее. И вот это очень хорошо перекликается с арканом башни и с десятом зодиакальным домом. Помните, мы говорили о башне. Башня очень часто означает не столько полное разрушение, сколько такую, имеется в виду, в буквальном смысле снести до основания, сколько перестройка из существующих кирпичей. Помните, как был случай у нас с Зекуратами, в случае с Вавилонской башней, разбирая по кирпичикам, с нее строили новое сооружение, потом еще новое. Или был пример с корпорациями, с компаниями, когда у компании, условно говоря, у корпорации сносится башня, в том плане, что может быть полностью пересмотрен вектор развития, снята вся верхушка, назначены новые руководители, совет директоров, полностью, можно сказать, что компания была разрушена, и на основании этой компании, под тем кирпичиком, что там существовали, выстроены новые. Но невозможно было вот в случае аркана башня, и в этом случае невозможно построить что-то новое, не уничтожив старое, не испытав этой боли, не пройдя вот эту перевернутую тройку кубков. В карьере как это может проиграться? Это ситуация, когда огорчительным образом всплывают всевозможные прошлые недочеты. Возможно, не приносящее удовлетворение работа, где таланты либо не находят ложного применения, либо не получают заслуженной оценки. Но в любом случае это такая у нас больше эмоциональная ситуация, эмоциональный фон по карьере. Либо что-то из прошлого тянется. Почему из прошлого? Тут, опять же, не совсем понятно. Вот здесь это хорошо прослеживается. Узнаем историю израильтян и пророка Амоса, мы понимаем, что за прошлое прегрешение израильтян, за то, что недолгое время Господь немразовал, другой, третий, пророков посылал, судей посылал, которые осудили народ справедливо и праведно, цири у них были. Со всех сторон он их и ограждал, и помогал им в боях выигрывать, в общем-то, всячески давал им и помощь, и защиту. Но они упорно скатывались вниз, по наклонной шли, и пришли к такому моменту, что теперь им нужно расплатиться за прошлые ошибки. Поэтому по коридере это ограничительная ситуация, когда всплываются возможные прошлые недочеты. Но они всплывают сейчас. Было позавчера, месяц назад, два месяца назад, где-то там напортачил, оно полежало себе в папочке это делать тихонечко, но сейчас оно набрало свои обороты, всплыло наружу, на поверхность, надо раскребывать и надо это пережить. Невозможно от этого убежать, уйти. По перевернутой возможно будет попытка, хотя в перевернутой там несколько иные будут значения. Возможно также, что кто-то не выполнил своих обещаний. Например, условия работы оказались не такими, о которых договаривались. Тоже также может ощущаться это вот в таком значении. Почему невыполнение обещаний? Потому что был завет между Господом и Домом Израилевым и кто-то свои обещания не сдержал, не выполнил. В данном случае понятно кто. Израильтяне. И в итоге это приводит к кармическому такому наказанию. По финансам. Это могут быть временные убытки, непредвиденные расходы, неоправдавшиеся надежды относительно дохода или прибыли. Традиционно карта символизирует завещание, дар, наследство, что не исключает фрустрацию эмоционального и эмоционального урона и наследуемое имущество. Мы об этом говорили чуть в начале по этой карте, что в плане наследства, в плане завещания это те деньги и то имущество, которым человек не рад. Потому что если он испытывает горе по этой карте, то вот этих два кубка, хоть они были бы и золотом наполнены, они ему ни к чему. И он бы с удовольствием сказал заберите эти два кубка, а верните то, из-за чего я горюю. Но, увы, по этой ситуации это невозможно. Это как раз то, что надо пережить, то, что нужно выстрадать. В отношениях. В данный момент человек по уши погружен в тяжелые переживания, которые не совсем соответствуют реальному положению дел. Вот этот момент посмотрите на пророка Амоса. Он стоит на вершине холма и он смотрит на вполне себе мирный просветающий город. Там люди пьют и веселятся, они гуляют, они также ждут очередной субботы, чтобы принести жертвенник. Они ждут новолуния, чтобы снова начать торговать. Жизнь бьет ключом и все прекрасно и замечательно. Почему ты, пророк, горюешь? И вообще, зачем ты пришел и вещаешь нам все эти ужасные вещи? То есть, вот мы когда говорим об отношениях, мы представим, что с одной стороны пророк Амос, а с другой стороны это целый народ, то есть это как мужчина и женщина. То есть, одна из сторон, она горюет о тех вещах, которые еще не произошли. Это что-то, чего на самом деле может не быть. Но то, что есть внутри. Ничего особо трагического не произошло. Взять себя в руки кажется при этом невозможным. Но на самом деле вопрошающий состояние распорядиться собственной жизнью просто должно пройти время, прежде чем это, чем он это поймет. И опять мы возвращаемся ко времени. И Сатурн очень хорошо с временем у нас ввяжется. Это у нас и Аркан Отшельник по Сатурну также проходит. И то, что происходит очень медленно и всегда пахнет кармой. Если ты поступал хорошо, тебе от этого будет легче. Ты эти уроки пройдешь легче. Если тяжело, то тебя будут тыкать носом до тех пор, пока ты либо не сломаешься, либо не пройдешь эти уроки. Но прохождение уроков будет длительное и мучительное. Ожидания были слишком большими и какое-то неожиданное событие, например, бездушная реакция, резко их разрушила. В эмоциональном смысле эта карта указывает на начальную стадию травмы и осознания, когда чувства обнажены, а попытка начать что-то новое представляется немыслимой. Но такие все больше внутренние переживания и терзания. Опять же такие неспособность сосредоточиться на том, что есть еще то, что тебе радует, неспособность посмотреть в будущее. Оно объективно есть, оно существует, все замечательно и прекрасно, но ты не можешь этого сделать. Пророк Амос не может радоваться тому, что когда-то спустя тысячу лет дом Израилев будет снова возвращен и будет снова процветать. Он сосредоточен на том всем плохом, что ждет вот-вот. Иногда эта карта означает разочарование именно как избавление от заблуждений. Оказывается, очень большое влияние Сатурна сказывается, которая привносит в действие карты нечто от непримиримости и бескомпромиссности Козерога. В сущности, это еще одна карта разбитого сердца наряду с тройкой мечей. О Сатурне уже много раз мы сегодня говорили, о Козероге поговорим еще подробнее, но обратите внимание, что эта карта также означает и разочарование как избавление от заблуждения. То есть, когда открываются на что-то глаза, как пророку Амосу в данном случае, он получил видение от Господа, и может быть, он до этого и не задумывался, жил как все люди, а тут у него в голове щелкнуло, ну, в тюлке палка, ведь действительно, но ведь не так заповедовал Господь на Гересина через Моисея, не так он это через Давида говорил все это, не так это через Соломона, который строил храм и который был таким вот открытым для всех народов, и только в этом храме совершалось служение, не надо было какие-то жертвы никого отдельных строить, не надо было этой формализации поклонения, то есть можно было просто прийти даже и на племеннику помолиться, и Господь напрямую бы тебя когда там вверху услышал, а они, имеется в виду современники пророка Амоса, они развели там и Вифили, жертвенник поставили, ну, хотя и Господу, но в общем они отошли от Иерусалима и посоздавали себе свои какие-то храмы, я может быть даже зачитаю, и сейчас я быстро найду, так, 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 не найду, ну, ладно, сейчас займет больше времени, в общем, что они ему приносят жертвы, он говорит, что мне жертвы ваши вот эти неугодны, то, что вы их приносите мне, да, они не поменялись каким-то идолам, они именно ему, но наряду со всем тем плохим, что они делали, эта формальность была ни к чему, и когда это все обличилось, когда это все стало явным и очевидным пророку Амосу, он впал в вот такое депрессивное состояние, когда вот эта самая правда для него вскрылась, ну, чем не тройка мечей. Она реализуется через Сатурна, неся с собой ссоры, потери, расставания. Именно здесь могут всплыть в кавычках все недоработки в построении отношений. Причем разочарование пятерки чаш обычно вовсе не является внешним событием, а сугубо внутренним мероприятием. Опять же, снова возврат в прошлое, только уже со стороны, например, самих израильтян, вот, коль мы говорим о пророке Амосе, да, и о событиях его дней, то вот по Сатурну это у нас ссоры, потери, расставания, и снова здесь всплывают, да, недоработки в построении отношений. Какие отношения? Отношения были между домом Израилевым и между Господом. Он со своей стороны Господь выполнил все условия, которые он обещал и говорил, а израильтяне нет. И вот именно сейчас по этой карте и всплывают эти недоработки, то, о чем и говорит пророк Амос, когда он их обличает в том, что они праведного, над ним издеваются, что они последнюю обувь забирают у бедняка, одежду выменивают, которую не нужны были отбирать, и много еще других неприятных вещей. Но, перенеся все это, помните, да, что вот Господь как жених выступал, например, а Израиль как невеста, вот в том числе в земле обетованной, когда мы разбирали четверку жезлов с вами, то воспринимайте это как взаимоотношение двух противоположных полов, как мужчины и женщины. то вот здесь как раз и всплывают вот эти самые недоработки в построении отношений. То есть, вот строили, 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 а что построили? А вот смотри, что, да, и выворачиваешь все это наружу, наизнанку и показываешь человеку, и он вот в такое приходит ощущение. Заблуждался, получается, до этого. Преследуемые цели были несовместимы с подлинными потребностями. партнер является неподходящим или вообще совместная жизнь не показана. То есть, его такое может быть, когда люди, в общем-то, как говорится, не сходятся характерами, совершенно они разные, и в тот момент, когда это вскрывается, вот такая получается ситуация по этой карте. Человек состоит в отношениях, которые каким-то образом противоречат его моральным принципам. То есть, в одном случае мы говорили о том, что они вообще не сошлись, а тут нет, отношения есть. Но в какой-то момент выявляется, что это противоречит его внутренним моральным принципам, то есть, его каким-то нормам, его ожиданиям, его тому, с кем он себя отожисляет, потому что здесь же изображен конкретный человек. То есть, здесь приводится пример, что смирился с сожительством вне брака или вступил в брак на каких-то условиях, которые изначально не одобрял, но заглушил себе это чувство, мол, сыпел зубы, подумал, стерпится, слюбится, а в итоге понимаешь, что нет, проходит время, и это все начинает вылазить наружу. Опять же, это все откуда тянется из прошлого. Опять Сатурн, опять у нас башня, которая долго строится на непрочном фундаменте, опять Десятый дом, мы сейчас к нему уже дойдем скоро. Все нас кидает туда, все нас кидает назад, что если что-то не пройдено, не закрыт какой-то гейштальт, не проработано, оно в будущем, как бы ты его не пытался в себе заглушить, затоптать, оно вырвется наружу, оно даст о себе знать. Это вот по этой карте в отношениях. Может помочь временное расставание, которое позволит увидеть ситуацию более ясно и предпринять что-то для ее исправления. И вот если по этой карте не совсем понятно, то вот здесь понятно, что значит временное расставание. Вот когда Господь говорит о том, что Он и уничтожит, и придут соседние народы, и будет убит из тысяч, останется сто, из сотни, десять, в общем, все будет разрушено, уведены в плен, но говорит, не до конца истреблю дом Иакова, как сквозь сито просею в соседних народах и найду тех, которые должны будут восстановить это племя. Так вот и здесь, это же спустя время, длительное, несколько сотен лет должно пройти, но если мы это все смотрим на взаимоотношения между женихом и невестой, то есть жених, Господь, невеста, дом Израилевый, то это расставание на время, то есть он позволит соседним народам захватить, то есть он как бы выгоняет, условно говоря, из дома свою невесту, расстается с ней на время на какое-то, для чего? Для того, чтобы пройти невесте важные уроки, чтобы пережить эту страшную пятерку кубков, чтобы вылить уксус из стройки кубков и наполнить, в конце концов, два кубка вином. Вот и как раз об этом идет речь в таком практическом применении, что может помочь временное расставание по этой карте, которое позволит увидеть ситуацию более ясно. Иногда это исправление выглядит как разрыв неудачной связи и завязывание новых отношений, то есть может быть и так, не так, что разошлись, потом снова сошлись, а как разошлись, разорвали отношения именно с этим человеком, но построили хорошее отношение с другим человеком. Тут во главу угла тогда ставится не личности одной и второй, а ставятся отношения как таковые, как возможность их построить, то есть вот эта двойка кубков, которая присутствует, помните, мы с вами двойку кубков разбирали недавно, то есть как явление, как союз, и тут уже не важно как зовут персонали, конкретных людей, сколько наличия союза как такового, и поэтому тут может быть расставание, потом схождение, но уже с другим партнером, для того, чтобы вот эти две чаши проигрались. Так, потерял, но бывает, что это некое чисто внутреннее мероприятие, по ходу которого человек учится ценить то, что есть, и видеть в этом свои плюсы. Еще раз, значит, иногда исправление выглядит как разрыв неудачной связи и завязывание новых отношений, но бывает, что это некое чисто внутреннее мероприятие, то есть ничего по факту внешне не происходит, все внутри человека, вторая половинка может даже об этом только и догадываться, а если и не догадывается, понимает явно и конкретно, то как такого расставания нет, это внутреннее борма, внутренний конфликт. Значит, внутреннее мероприятие, по ходу которого человек учится ценить то, что есть, то есть он, не расставаясь формально внутри самой пары, он вот эти три кубка на них не смотрит, он теперь смотрит на два кубка, то есть учится ценить то, что есть и видеть в этом свои плюсы. Двойка чаш у грустного персонажа за спиной говорит о том, что эти плюсы не поддельны и существуют за правду, а самообманом мы занимаемся скорее тогда, когда предаемся в уныние, то есть, ну, уже пролиты эти кубки, чего тогда вообще на них сосредотачивать свое внимание, и даже если они были в сто раз лучше двух оставшихся, у них уже нет, все, это время ушло, забудь, плюни раз и три, есть два кубка, на них сосредотачивать свое внимание, если они достойны того, чтобы на этом построить отношения, то пожалуйста, вот оно, за это цепляйся, за это хватайся и это развивай, ты это уже не вернешь, это имеется ввиду, и то, что это может проиграться, как один из вариантов. Ситуация по состоянию на пятерке чаш, по пятерке чаш может варьироваться от неприятного телефонного разговора, ну, такая какая-то ситуативная, банальная вещь, на один день, оставляющая в душе приходящий осадок, до оплакивания всей своей судьбы, то есть, прямо до события, которое может жизнь разделить на до и после, как у израильтян, которые, вот они жили, благоденствовали, а потом пришли сирийцы и увели всех в плен. Это подлинный эмоциональный кризис, агония чувств, глубочайшая душевная боль, боль из-за того, что ушло безвозвратно, но то-то и оно, что за спиной стоят две чаши. Они говорят, что человек не в одиночестве, что рядом любящий, что надо как можно скорее постараться избавиться от печали. Да, эта боль должна быть пережита и осмысленна для того, чтобы привести к дальнейшему духовному росту. Снова и снова возвращаемся к тому, о чем говорили уже много раз. Мы ходим по кругу, с разных сторон, глядя на то, что здесь и здесь изображено. Дабы сосредоточить свое внимание в итоге на двойке, мы не можем перескочить. Нам надо будет прожить эту тройку. И все вот эти слова, что объективно у тебя эти две чаши полные, они есть. Это может быть близкий, любящий человек, это может быть окружение, это в целом судьба, к которой тебе относятся благосклонно. Но слова словами, а пережить саму ситуацию, происходящую, порой бывает очень трудно. И именно переживая ее, не пытаясь ее заглушить, не пытаясь от нее уйти, залить ее алкоголем или еще как-то, именно если ее перестрадать и выстрелать, мы просто все в современном мире настолько негативно относимся к депрессии, к какой-то меланхолии, тогда как люди в древности, они по Сатурну очень даже положительно на эти вещи смотрели, считая, что таким образом формируется наша необходимая часть души и выстрадав какое-то время, только тогда можно возродиться. Это как если бы пытаться игнорировать сон как нечто ненужное. Зачем не спать, тратить еще лишних 8 часов в сутки, на вообще непонятно какое занятие, буду-ка я работать безостановочно. Но мы все сами понимаем, что это глупая затея, потому что причинно-следственная связь быстро наступает, в отличие от жизни. Не так часто в нашей жизни может такое событие произойти. Если бы у нас случалось каждый день, мы бы уже быстро выработали с вами алгоритм действий и знали, что только переживая его, можно выйти на новый какой-то положительный этап. Поэтому мудрые люди сами делятся этим опытом. Опыт предков также об этом говорит, для того, чтобы потом сосредоточиться на хорошем, нужно немножко пострадать, нужно вот это в себе переварить, нужно пережить это в конце концов, не пытаясь от него скрыться, как те, израильтяне, не говори, не слушай, не хотим даже туда, иди в Иудею, там им рассказывай, не надо нам вот это вот, мы себе замечательно живем и знаем, как нам себе вести. Великая тайна этого аркана состоит в том, что два кубка важнее трех с точки зрения судьбы. Она упорно опрокидывает три, чтобы обратить внимание человека к тем двум, от не вполне подлинного союза обратить к действительно сужденному. Счастье и исполнение желаний давно его ждут, по-прежнему ждут. По сути, он пытается сбежать вместо того, чтобы работать над ситуацией. И вот видите, здесь, ну, кубки вообще не изображены на карте пророка Амоса, но вот на карте Уэйта отдельно есть три кубка, отдельно два. Ну, одни из авторов, фтерологов усматривают в этом, какой момент. Когда мы говорим о настоящем подлинном союзе, а мы сейчас вами говорим про то, как эта карта проигрывается во взаимоотношениях, то для нас намного важнее двойка кубков, как ее на настоящий подлинный союз, то есть как единение душ, единение сердец. Тогда как тройка, это нечто такое социальное, нечто внешнее, такое какое-то показное. Помните, тройка кубка, на самом деле, замечательная, прекрасная карта, но это не карта двух влюбленных, это не карта двух сердец. Это карта множества, это карта какого-то, еще раз говорю, социума. Это карта, когда многим людей хорошо и весело. Но это не для отношений. Так вот, важный момент или великая тайна этого аркана, несмотря на то, что он младше, он прям проигрывается, и чувствуется, как старший аркан. Два кубка важнее трех, и судьба может, судьба, карма, Господь, может опрокинуть специально этих три кубка, чтобы вы наконец-то нашли этих два кубка. Иногда карта говорит о мраке не с тем, с кем хотелось, но который намного лучше, чем тот, с кем хотелось, и о задаче увидеть, какое золото тебе досталось, а не оплакивать несбывшись. В общем, все то же самое, о чем мы говорили, да, три кубка, может быть, на самом деле тебе и казаться, что это лучше, чем два, но посмотри повнимательнее. Возможно, два кубка это то, что тебе нужно, а три это было не то, что тебе надо. Это может быть обращение судьбы. Ну, мы сейчас про взаимоотношения. Ты оплакиваешь то, чего не получил, и повод есть, но ты получил то, чего ты пока не умеешь ценить. Где-то, может быть, потерял контекст. Значит, карта говорит, о мраке, не с тем, с кем хотелось, но который намного лучше, чем тот, с кем хотелось, и говорит это о задаче увидеть, какое тебе золото досталось, а не оплакивать несбывшееся. Да, это не то, что ты ожидал. Ты оплакиваешь то, чего не получил, и повод есть, но ты получил то, чего не умеешь ценить. И вот эта главная суть, которая много раз уже повторяется по этой карте, что в конце концов, эта карта не про то, что ты потерял, а эта карта про то, что ты получил. Но, к сожалению, вот здесь и сейчас ты этого не можешь понять, и твоя задача – это понять и увидеть, переживая это горе. Это главный посыл, это самое главное, что в этой карте содержится, то, что нужно вынести, так же, как и с аркана башня, так же, как и, в конце концов, со всемирного потопа, с тех ужасных событий, которые происходили, с того великого очищения человечества для того, чтобы сделать перезагрузку, переформатирование, как Содом и Гаморра, которые были уничтожены, для того, чтобы те люди, которые там были, они, в общем-то, не разрушали общество соседних городов и государств. В перевернутом значении, как эта карта может отыгрываться? В перевернутом положении карта означает новый взгляд на жизнь, обнадеживающее известие, приятные переживания, новые союзы, возвращение к старым друзьям, воссоединение с кем-то. То есть, вот в перевернутом значении мы видим, что человек, как будто бы, обращает уже внимание на этих два кубка. То есть, он потихоньку начинает выходить из этого своего меланхоличного депрессивного состояния и переходить в начало того момента, что он уже может заметить два кубка, стоящие у него за спиной. Это карта тех, кто приходит в себя после болезни или утраты, оставляет прошлое позади и готов двигаться дальше. Обновление, возвращение к нормальной жизни, традиционные значения, новости, возвращение старых друзей, союз, примирение с тем, кто дорог, возобновление прерванных контактов. В общем, в перевернутом значении эта карта отыгрывается как та, как тот позитивный момент, о котором мы постоянно говорили. Да, вот есть тройка. Словно говоря, тройка – это нечто плохое, на чем мы сейчас сосредоточены и не имеем возможности, силы, желания. В первую очередь, наше что-то внутреннее. Повернуться и посмотреть, и задуматься, и задать себе вопрос вообще, а для чего это все горе, зачем это произошло, и что я могу из этого вынести полезного. Вот в перевернутом этот момент наконец-то наступает, наконец-то отступает меланхолия, и приходит осознание и понимание того, что не все потеряно. Давайте мы с вами сразу еще перейдем в 10 дом. Опять же, есть некоторые трудности насчет того, что 5 старший аркан, и можно было бы сказать, что это 5 дом, но почитав о 5 доме, это у нас лев, 5 дом, если мы говорим, то это ведь интеллект, это дети, если мы говорим о 10 доме, то это карьера, статус, честь, репутация, профессионализм. Вроде как бы не совсем тоже про это, но сейчас я значит, вот на что обращают внимание авторы. Астрологические эквиваленты лев, рак, Сатурн. Почитав про, я же говорю, льва, 5 дом, рак, 4 дом, вот не нашел я ничего того, что похоже с этой картой. Вот Сатурн, да. Венера, видите, здесь Сатурн-Венера, либо Сатурн-Луна, как символ расставания, боли, горя и отчаяния. Марс в Скорпионе и Козерог. Вот как раз Козерог, 10 дом, и Сатурн, это то, что больше всего, мне показалось, соответствует, ну, в большей степени, даже вот этой карте, хотя мы увидели сами, что вот эти две, они между собой торжественные. В общем, 10 дом. здесь внешняя реальность оказывается сильнее человека и требует материализованной в поступке или выборе реакции, чему средний человек не привык, чего он боится и, как правило, не любит. Мы говорим о внешней реальности, а внешняя реальность, хотя еще не наступила, как таковая, но она непременно наступит, и по пятерке кубков сейчас именно момент принятия происходит этой самой внешней реальности. И средний человек к этому не привык. И мы видим, что не только средний, даже и пророкомозг к этому не привык, не говоря уже об израильтянах, которые там находятся, которые вообще сказали, не вещай нам, не хотим мы даже об этом слушать и говорить не стоит нам об этом говорить. Для 10 дома характерны два чувства. С одной стороны, свобода воли и необходимость выбора, а с другой активизации и усилению внешних ограничений, которые требуют перемен поведения и направления мышления. Мы уже с вами неоднократно говорили о 10 доме. Мы с вами говорим, что есть два момента, два фактора. Это какие-то внешние ограничения, это какое-то давление извне со стороны, с одной стороны, а с другой стороны это активизация сейчас, 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 сейчас. И наоборот, с одной стороны у нас идет активизация и усиление внешних ограничений, с другой стороны это то, как мы на это реагируем, то есть наша свобода воли и необходимость выбора. Потому что Амос, точнее Господь через Амос так и говорил, что вы изменитесь, вы поменяете что-то в своем поведении и тогда будет все хорошо. Но скорее, что он их обличал в их поведении, говоря о том, что он это сделает. Но никто и не собирался меняться и история показала, что нет. Они остались по-прежнему закоснелы в своем видении, как стоит поклоняться Богу, но не это даже самое главное, а как они исполняли эти самые заповеди, введя себя между собой, доверяя беззаконие. Но при этом свобода у них была. Причем у них был выбор. Им пророк Амос об этом сказал. У вас есть выбор, вы можете поступать, так как вы поступали до этого, а можете попытаться пойти по пути Господа. И при этом будет усиливаться внешнее давление. И вот, может быть, прямо в этой карте оно еще физически не наступает, но, это предвестник карты Башня. Либо это скорее такое эмоциональное ощущение Аркана Башни, потому что по Башне это то, что уже напрямую происходит. То есть, уже пришли сирийцы, уже начинают захватывать и уводить в плен. Но это сейчас предупреждение, чтобы пройти этот урок, чтобы этого не случилось. Это как, если бы, например, представить событие, когда они происходят не растянутые на сто лет, а растянутые на один день. Приходит начальник, как, скажем, какие-то внешние давления и какие-то внешние ограничения и говорить, что на завтра нужно сделать то-то и то-то самому подчиненному. Подчиненный вообще к этому был не готов и не собирался этого всего делать. И теперь перед ним возникает выбор. Либо вести себя так, как он и собирался вести, условно говоря, поехать раньше как он и планировал, забить на все это дело, зайти в бар, либо поиграть в болинг, или с друзьями в бильяр. Ну, в общем, тем всем, чем он хотел заниматься и заниматься. Либо объективно стать на путь исправления и попытаться сделать то, что он должен сделать до завтрашнего дедлайна. И вот здесь и сейчас им это может ощущаться как вот эта вот пятерка. То есть еще ничего плохого не произошло. Но уже ему нечто было озвучено и он из этого расстроился очень сильно. Настолько, что он видит только тройку кубков перед собой, он видит то плохое, то внешнее давление, которое на него оказывается, и не видит хорошего, не видит и двойки кубков, что он должен вынести из этого всего, что он может получить как результат, на чем он может сосредоточиться. И в итоге, не пройдя уроки, он попадает в аркан башни, потому что ему дадут, мягко говоря, по шее признать, что его уволят за это. Он будет просто свергнуться со своего места, он в себя вознес высоко, он подумал, ничего мне не будет, в принципе, я уже так хорошо укоренился на этой своей должности, и в принципе, я вообще здесь работаю раньше, чем мой начальник, когда там какой-то молокосос пришел и начинает тут командовать. Не будет этого, но нет, произошло, как и с израильтянами, да, они думали, что Господь будет с ними вечно, только потому, что он изначально помогал им и поработить соседние народы, и отбиваться от них, хотя они были маленьким государством, и малочисленным был дом Яковлев, но они почему-то посчитали, в общем, возгордились, вознеслись, да, вот это вот, повторюсь еще раз, десятка, аркан башня, десятый дом, аркан башня, и вот эта карта, они идут рука об руку, они очень близко между собой находятся, просто что-то эмоциональное переживание того, что вот-вот должно произойти, и ты должен сейчас принять решение, исправится тебе, или ты попадешь в аркан башни, либо ты его избежишь. Так, значит, с другой стороны, активизация, усиление внешних ограничений, которые требуют перемены поведения и направления мышления, мы это чувствуем по этим картам, при этом возникает ощущение усиления давления со стороны внешнего мира и ответственности за свой выбор, который человек часто вытесняет в подсознание или проецирует вовне. Ну, мы это все проговорили, и мы сами уже неоднократно говорили, что в первую очередь то, что происходит здесь, почему-то так плохо чувствуется. Не потому, что начальник такой дурак, не потому, что он так много задал работы, а потому, что мы так это восприняли, потому, что мы так это переживаем, потому, что мы надеялись на что-то другое. Израильяне тоже надеялись на что-то другое. Они также думали, что они будут пить, веселиться, гулять, и все будет замечательно и хорошо, если они только формально будут приносить жертвы. Зачем нам быть праведными, и зачем нам ходить по путям Господа, если мы можем по субботам приносить жертвы и в Новолунию чуть больше жертв, чем положено. Но нет, не в этом дело. Тут задача, чтобы работать над собой. Здесь характерное ощущение усиления давления, ужесточения ограничений, обострения совести и чувства долга, или наоборот, протеста против своей судьбы и необходимость поиска выхода из неприятного положения, часто путем выбора своего отношения к происходящему. Ты не можешь поменять внешний мир, но ты можешь изменить свое отношение к этому миру. Вспомните фильм «Шоушенк Редемпшн», так как это не побег из Шоушенка, скорее возрождение из Шоушенка, когда человек, находясь в тюрьме, он не мог изменить самого факта пребывания там, но он мог изменить свое отношение. И именно это помогло ему выжить в течение столь длительного времени, несмотря на то, что он был под объективным, ненадуманным, под объективным внешним давлением, которое оказывалось на него как в виде физического действия со стороны сокамерников его, ну, не в буквальном смысле, со тюремщиков, так и, в общем-то, на других персонажей, которые также оказывали им моральное и физическое давление на него. На первом уровне, сейчас раз по четырм уровням пройдемся, чтобы раскрыть полнее, на первом уровне проработки десятого дома человек относится, напоминаю, что первый, это самый такой будет низкий, самый базовый, четвертый, это будет топчик. На первом уровне проработки десятого дома человек относится к его проявлениям крайне отрицательно. Любые внешние ограничения своей свободы воспринимаются им как откровенное и незаслуженное зло. Именно то, как вели себя израильтяне в моменте, когда пророк Амос им стал возвещать об этом, они его отправляли куда подальше, не желая ни слушать, ни исправляться, и все его слова воспринимали как откровенное зло. Мало того, не буду этот стих зачитывать, нашлись те первосвященники, которые побежали к царю и все это перекрутили так, как если бы пророк Амос чуть ли не бунт затевал, что он не в целом к дому Израилеву обращался, вроде как к царской семье, мол, что смотри, царь, власть твоя будет свержена, говорит пророк Амос. Настолько слова эти были задеты, настолько они восприняли его, вот эту правду, как откровенное зло, которое исходит внешне, которое непременно нужно искоренить и поработать с этим злом. Ни в коем случае не увидим мы никогда вот этих двойки. Сразу мы видели тройку пустых чаш, надо убить этого Амоса, выгнать его. Но на втором уровне проработки десятого дома отношения человека к нему уже двойственное. С одной стороны, он отрицательно воспринимает внешние ограничения и давления. С другой, сам процесс поиска, выхода и формирования цели воспринимается уже в некоторой мере как творческий. И человек видит в нем не только напряжение, но и удовольствие, а также в большей степени возможность самовыражения и самоутверждения. То есть, тебе также по-прежнему больно от того, что ты узнаешь правду, как в случае с израильтянами. Тебе также больно и неприятно от внешнего давления, от того, что начальник надавил. Но в какой-то момент ты так почесал себе затылок, думаешь, так, подожди, ну, по большому счету ведь он прав. Ну, согласись. И если я сейчас это сделаю, это же для меня такой шанс самоутвердиться. Я же, ну, честно говоря, выше головы даже смогу прыгнуть. Стоит над этим поработать. Мне кажется, что я и на работе смогу себя утвердить лучше, да и в целом как-то в своих глазах собственных я вырасту как личность. Это если мы говорим о работе. Если бы израильтяне посмотрели на слова, да, восприняли негативно, но, как вы помните, часто в Библии были такие вещи, когда вроде человек изначально негативно воспринимает, а потом он возвращается на путь Господа или раскаивается и в итоге это как вот этот второй уровень прокачки воспринимается. На третьем уровне проработки десятого дома человек начинает осознавать принцип тождества внешнего и внутреннего мира и рассматривает внешние препятствия, ограничения и давления как проекцию своих внутренних недоработок. Тут уже вообще нет отличия по большому счету, даже не так, нет отличия, а человек наблюдает прямую связь между внешними проявлениями и внутренними и когда случается нечто внешнее, у него сразу щелчок ага, мне над этим надо работать, это не просто так. Если начальник сказал сделать то-то и то-то, вот даже в голове не происходит неприятие этой ситуации, ты сразу понимаешь надо значит делать, то есть это это мой минус, я здесь поработаю и как бы и все, на четвертом уровне проработки десятого дома человек хорошо видит линии кромических программ и их внешние проявления, однако на этом уровне часто наибольшая нагрузка приходится на выбор во внутренней жизни, в частности своего отношения к окружающей реальности и самое главное направление своего внимания, что теперь играет основную роль во всех взаимодействиях человека с внешним миром и вот дойдя до уровня как я говорю уровень бог, уровень гуру и непроизводенного мастерства это когда человек сразу четко явно видит любые внешние проявления как какие-то кармические мало того наибольшая нагрузка осуществляется у него не снаружи а изнутри любая тяжелая работа по вот этой карте будет у человека проходить внутри то есть внешне остальные коллеги люди которые живут рядом с человеком либо которые могут с ним сталкиваться и может вообще казаться что человеку ну он богом целован ему вообще все легко и просто дается и даже и даже сложных ситуациях или они вообще могут не возникнуть но перед такими сложными ситуациями у человека сложные ситуации происходят внутри него то есть внутри он работает над собой представьте себе давайте смонулируем ситуацию пророка Мосс все эти слова говорит ужасное о том как себя израильтяне и все давайте представим идеальную какую-то ситуацию он это говорит в таком закрытом коллективе в обществе предположим они все собрались в храме он это все сказал и люди там же не выходя между собой посовещались там в течение трех дней выписали какой-то ряд законов договорились между собой и стали на путь активной реорганизации общества ну понятное дело что сложно чтобы сразу все люди взяли и поменялись но как минимум старейшины города первосвященники знать люди которые стоят над остальным обществом которое является для него примером они стали такими столпами и начали подавать пример и очень быстро это общество поменялось и со стороны например филистимлян или со стороны сирийцев или со стороны аммонитян можно было бы сказать что блин как они круто живут у них вообще никаких проблем у этого народа ты посмотри на них да все у них так замечательно происходит никто на них не нападает никто не уволит их сынов в плен никто из тысяч не делает сотню а из сотни из десяток ничего такого не происходит классно им конечно да вот господь о них печется а почему а потому что перед этим была огромная тяжелая внутренняя работа два варианта либо ты сам это сделаешь либо тебя заставят это сделать а вот когда заставляют тогда это видят все и тогда говорят вот господь их наказал а когда ты сам это внутри делаешь эту тяжелую работу а должен сказать что внутренняя работа авторы пишут тяжелее внешней тяжелее внутри себя заставить перестроить себя и это все принять и поработать над этим но у человека на четвертом уровне прокачки эта работа происходит внутри снаружи как будто бы ничего не происходит человек купается в молоке любимчик бога вообще никаких проблем все в ажуре все в шоколаде сатурн вот отдельно по сатурну как по планете стоит почитать потому что мне показалось здесь прям очень хорошо все это отыгрывается сатурн представляет принцип индивидуации замыкания в себе и внутренней проработки то есть опять же ой все что-то это происходит это в большей степени происходит внутри основная функция сатурна заключается в том что он направляет внимание человека в его внутренний мир то есть основная функция сатурна давайте мы сатурн иногда или хотя бы может себе мысленно заменять словом карма или судьба вот иногда точнее основная функция судьбы заключается в том чтобы направлять внимание человека в его внутренний мир то есть так работает сатурн он за счет каких-то внешних обстоятельств за счет какого-то внешнего давления заставляет человека заглянуть внутрь себя то есть о чем еще раз речь на четвертом уровне проработки помните да вроде бы внешне ничего не происходит у человека он получил маленький сигнал но ему из-за того что он на высоком уровне прокачки этого было достаточно чтобы обратить внутрь себя внимание и поработать тяжело поработать над тем чтобы не случился с ним аркан башни так вот сатурн обращает внимание человека во внутрь себя и понятное дело что это может быть разная степень если ты на первом уровне то он он так тебе обратит твое внимание что вокруг стены задрожат и соседи будут вызывать и скорую и полицию и вообще то есть это это будет просто башня вся тяжесть ограничения холод и прочие негативные черты традиционно приписываемые Сатурну вызванные нежеланием порой и неумением человека направить свою мысль и энергию внутрь себя и заняться там конструктивной деятельностью то о чем мы только с вами говорили чем быстрее мы сможем направить все это внутрь себя тем меньше будут внешние проявления как правило внутренняя работа гораздо тяжелее труднее важнее и ответственнее внешней внешние препятствия суть проявления вовремя не увиденных и непреодоленных препятствий внутренних то есть тут и наоборот почему вообще появляется внешнее препятствие потому что не потому что не появляется сами по себе а потому что значит где-то не доработал значит это то что тебе нужно пройти то на чем тебе стоит поработать и сатурн тебе об этом напоминает мягко в начале при правильной жизни все внешние события должны идти благополучно препятствия преодолеваются легко но предварительная внутренняя работа с собой может быть очень тяжелой а человек вокруг которого идут дисгармоничные процессы то есть вокруг которого то есть не внутри а внешне когда проблемный человек фактически игнорируя необходимость внутренней работы выбрасывает свой личный душевный мусор во внешний мир мол вот вам люди расхлебывайте да вот две ситуации два разных человека с прокачанным четвертым с прокачанным десятым домом на четвертом уровне когда вот так вот чуть-чуть там какая-то вот человек я не знаю там заметочку в газете заголовок прочитал он подумал так подожди а у меня же вообще с этим проблемы а я же ведь а я же ведь так вот поступаю как этот человек в газетной статье какой-то или в заголовке и так начинает над собой работать и в итоге я же говорю внешне для остальных ничего с этим человеком не происходит но тяжелая внутренняя работа начинает читать узнавать может на какие-то курсы пошел с психологом может общается ну тяжело человеку самому с этим справиться а второй вариант когда человек вообще внутри у него у него все легко как у тех израильтян пьем гуляем ждем окончания субботы чтобы продавать по завышенным ценам гирьки специально подделываем чтобы обвешивать сандалии забирать последние у бедного человека ну все там было в книге Амоса но зато внешне вокруг человека вот просто куча проблем просто ворох каких-то неурядиц и неудач а все это почему потому что он все на чем он должен был работать он выбрасывает наружу он отталкивает от себя он выбрасывает наружу и оно вокруг него накапливается и это замечают люди потому что Сатурн начинает пулять вокруг него какими-то каримическими моментами заставляя его пройти этот урок обратить внимание вовнутрь себя Сатурн планета медленная сущностная и наделенная большой властью над человеком человек кричит судьбе все больше не надо я уже давно все понял я больше не буду но Сатурн не ориентируется на сознание это планета подсознания интуиции и медленный возвратный удар кармы продолжается еще год два или пять Сатурн учит послушанию смирению и скромности вот еще один момент вот выбирайте что что какой вам путь легче тяжелая внутренняя работа либо дойти до того момента когда Сатурн начнет внешне оказывать такое сильное давление что когда вы уже и поработаете над собой и поймете и пройдете уроки и уже будете кричать и выпить все хватит а это еще по инерции будет продолжаться потому что Сатурн такой он не сможет остановиться тогда когда вы уже дошли до этой точки нет вы уже прошли все уроки вы уже усвоили вы уже другой человек но Сатурн еще будет оказывать на вас влияние и вот это главное отличие что вы не сможете остановиться как по внутренней работе когда вы уже прошли эти уроки нет они еще будут на вас давить на первом уровне тут также четыре уровня проработки на первом уровне проработки Сатурн человек начисто игнорирует намеки судьбы и хочет исключительно вкушать плоды внешней свободы то что мы видели в израильтянах не надо нам Амоса пророка не рассказано все эти сказки то есть это у нас внешние намеки судьбы они начисто игнорируются и люди живут исключительно плодами своей внешней свободы все вот мы достигли какого-то уровня нам это сейчас хорошо нас сейчас никто не нападает никто не порабощает сегодня я украду завтра ну посадят меня и посадят а может и не посадят что будем вообще о завтрашнем не думать давай жить сегодняшним днем на втором уровне проработки Сатурн человек начинает принимать самостоятельное участие в формировании своего отношения к своей судьбе то есть человек уже вникает в какую-то причинно-следственную связь и начинает естественно работать внутри над собой для того чтобы сформировать свое отношение к судьбе на третьем уровне проработки Сатурна у человека появляется эволюционное сознание чувство своей судьбы как единого целого то есть не ситуативно это сейчас происходит как причинно-следственная связь вот здесь сейчас украл выпил в тюрьму украл выпил выпил в тюрьму романтика нет то есть а то что происходит условно говоря со мной сейчас это причина того что было там 15-20 лет назад то есть то что может растянуться на всю судьбу по Сатурну это очень долго и у человека приходит вот это на третьем уровне вот это эволюционное сознание и его прямая так же связь с судьбой своего окружения вот это как раз очень хорошо говорит о пророке Амосе который несмотря на то что был вроде как бы оторван от общества он был праведным человеком но он также и принадлежал к этому общему эгрегору израильского общества и он свою судьбу напрямую связывал с судьбой своего окружения то есть своей группы социального слоя страны вот это по Амосу очень хорошо ощущалось далее он обнаруживает что его внутреннее состояние прямо влияет на любую его внешнюю деятельность и успех в делах даже казалось бы совершенно от этого независимых вот тоже очень интересный момент дойдя до развития на третьем уровне получается так что меняя себя внутри ты начинаешь менять свою судьбу то есть в начале помните как у нас было ты не воспринимаешь не принимаешь судьбу карму не хочешь это все слышать ты зацикливаешься на том всем хорошем что у тебя сейчас есть во втором случае ты уже этот момент увидел осознал принял увидел какую-то причинно-следственную связь а на третьем уровне меняя свое внутреннее состояние ты замечаешь что у тебя и внешнее давление меняется то есть то что вначале воспринималось как ужасное тяжелое немыслимое как там внешнее проявление человек к нему относится крайне отрицательно то на третьем уровне получается что из-за того что ты смог внутри перестроить эти внешние как будто бы уже исчезли да это все вложится в канву фразы не можешь мир под себя прогнуть ты прогнись под него и в итоге когда ты прогнулся под него ты понял так получается что он мне как бы и не давит я с ним как единое целое вот я так принял такую какую-то позу и прогнулся под него может немножко унизительно звучит но сути не меняет и все и этот мир давящий на тебя исчез вы теперь с ним на одной волне что ли четвертом на четвертом уровне проработки Сатурна человек видит карму настолько хорошо что понимает решение какой внутренней и тут уже не важно своей либо чужой да если мы помогаем людям с помощью карты рота мы можем видеть и чужую какую-то проблему в общем человек видит решение какой внутренней проблемы необходимо для решения данной внешней а иногда и наоборот то есть человек видит как свою так и чужую причинно-следственную связь между внешней проблемой и внутренней проблемой это конечно очень хорошо с психологами соотносится кстати вот по этой карте при соответствующих каких-то соседних может та же карта указывать на работу психолога психотерапевта психолога если хотите тиролога если он себя отожестляет скорее с психологом нежели с гадалкой которая там в общем человек на четвертом уровне видит не только у себя но и у чужого человека причинно-следственную связь внутренних каких-то недоработок и внешних проявлений случайностей в жизни человека практически нет а конструктивная работа идет почти все время больше во внутреннем мире меньше во внешнем и вот на что здесь стоит обратить внимание что конструктивная работа идет почти все время это не то что ты можешь над чем-то поработать исправить и остановиться мол хух все до конца дней своих забуду об этом в Сатурне и вспоминать о нем даже и не буду все уроки я свои уже прошел нет забудь об этом если ты хочешь чтобы не случалась с тобой случайная башня внешняя чтобы не было разрушений чтобы Сатурн потом еще десятки лет после того как ты уже даже исправился еще тебе напоминала себе по инерции то здесь необходимо постоянная внутренняя работа то есть дойдя до какого-то уровня до уровня прокачки невозможно остановиться ты должен постоянно свой скилл прокачивать постоянно улучшаться замечая какие-то как я говорю там заголовки статьи там тебе что-то информацию подкинули там тебе что-то сказали и пусть тебя еще Сатурн либо судьба либо Господь жестоко не тычет носом во что-то в чем тебе нужно исправиться не дожидаясь этого человек постоянно работает над внутри себя над какими-то своими проблемами и в итоге внешних у него и не появляется и люди со стороны думают как замечательно как ему хорошо и легко живется вообще просто супер позавидовать можно но у него вот эта война идет внутри постоянно так вот мы с вами прошлись и по десятому дому и по Сатурну и видим что я не знаю может это я не так кажется но по-моему аркан башни десятый дом и Сатурн это вот просто вот эти карты единственное отличие что вот это предупреждение которое предшествует скорому событию негативному которое может случиться по аркану башни и сейчас есть шанс вот завтра дедлайн завтра тебя уволят если ты сегодня не сделаешь необходимые какие-то действия сегодня ночью ты можешь это не воспринять по тройке кубков потому что они перевернуты не так как тебе ожидалось ты вечер проведешь или там отпуск придется отменить не поехать я не знаю там в Буковиле или куда-то собирался нет так что у нас что у нас я уже не знаю а есть ли смысл вообще зачитывать до конца еще какие-то стихи потому что я постоянно параллельно вам пересказывал то что я запомнил вот знаете что вот я себе здесь выделил буквально 4 стиха которые мне вот настолько они похожи с арканом башни они настолько похожи с вавилонской башни имеется ввиду в Библии а мы помним что это у нас по нашим картам одно и то же когда люди не желая прокачивать себя не желая внутри себя прорабатывать они решили создать внешне какие-то защитные средства сооружения в виде вавилонской башни в виде зеккурата в виде вот этих крепостей как звезда которые бы их спасали от потопа или говорю давайте мы сбежим с этой чертовой проклятой планеты и поселимся с вами на Марсе заживем там лучшей жизнью то есть вот это то же самое это попытка убежать а не исправить это попытка уйти из дома где у тебя начались проблемы в новый дом в надежде что там проблем не будет но остановись и подумай проблема ли в доме или проблема в тебе в том кто внутри этого дома короче вот он говорит видел я господа стоящим над жертвенником и он сказал ударь в притолоку над воротами чтобы потряслись косяки и обруш на головы всех их остальных же из них я поражу мечом не убежит у них никто бегущий и не спасется из них никто желающий спастись хотя бы они закрылись в преисподнюю и оттуда рука моя возьмет их хотя бы взошли на небо и оттуда свергну их и хотя бы они скрылись на вершине кормила и там отыщу и возьму их хотя бы они закрылись от очей моих на дне моря и там повелю морскому змею уязвить их и если пойдут в плен впереди врагов своих то повелю мечу и там убить их обращу на них отчим и набеду им они во благо вот до этого корок Амос обличал точнее Господь через корок Амос обличал израильтян во всем плохом что они делают во всех тех грехах в которых они погрязли и во всем том формальном служении которое они себе выбрали за истинный путь что такое формальное служение давай сегодня мы сходим в церковь мы посвятим Пасху мы постоим соседчиками мы сделаем ряд каких-то чисто физических действий которые тебя приближают к Господу но при этом ты можешь выходя за пределы храма собора церкви вести себя совершенно по-другому я не хочу сейчас там конкретизировать какие-то негативные моменты каждый из вас знает о таких примерах так вот он говорит что где бы вот это в общем он в общем этом обличает и потом он говорит что если вы это не исправитесь попытайтесь скрыться спрятаться то есть не захотите внутри проработать эти моменты не захотите исправить себя а захотите убежать от этого скрыться не обращать на это внимание мол негативные ситуации не хочу об этом думать я хочу жить как я жил до этого то он говорит нет так не будет дорогие мои Сатурн тоже этому говорит так не будет нет судьбу отрабатывать если нет внутренней тяжелой работы то я тебе добавлю внешне добавлю тебе вначале легко в виде предупреждения пророка Амоса это неприятно пришел какой-то человек в какой-то робе с палкой может быть дурно пахнет что-то нам рассказывает говорит что он пророк господен неприятные слова говорить честно говоря лучше бы его вообще не слушать но это цветочки по сравнению с тем всем негативным что сатурн или господь в нашем случае господь уготовил для этих людей в будущем если они не сделают свою внутреннюю работу из тысяч останется сотня из сотни останется десяток а десятка никого не останется мало того говорит даже в том доме и имя господен не произносите бессмысленно не услышу я их раньше надо было говорить об этом то есть о чем это давайте мы с вами перенесемся в сатурн даже когда вы уже и возвете ко мне по инерции еще это все будет идти и все это будет работать не происходит так быстро быстро только внутренняя работа вот когда вы сами над собой работаете тогда это и будет быстро вот ну или вот еще десятый десятый стих последней главы от меча умрут все грешники из народа моего которые говорят не постигнет нас и не придет к нам это бедствие то же самое по аркану башня то есть когда человек возгордился когда народ израилевый дошел до какого-то определенного уровня и не ощущают страх потеряли они ощущают ни беды ни ответственность ни осознания ничего такого нет внутренней никакой работы то жизни ну например в сфере карьеры Опять же, глядя на эту карту, сразу можно уже ее вытащив и вспоминая все события, связанные с пророком Момосом, и то, как визуально она выглядит, понимает, что это что-то эмоционально тяжелое, что дотянущееся из прошлого, почему нужно пройти какие-то уроки, выполнить какой-то дедлайн. В общем, это может говорить в плане работы о провале, о срыве договоров, может говорить также о нерешительности. Если здесь нерешительность, ее нужно угадывать, то здесь просто достаточно вспомнить. Нерешительность, с которой израильтяне не хотели, не то что меняться, даже слова Амоса слушать, не решаясь на то, чтобы что-то предпринять. Это может означать и бегство, бегство от ситуации какой-то, имеется в виду отчасти, это знаете, даже попахивает и прокрастинацией, откладыванием важных дел на потом. То есть нужно было бы уже сегодня, либо завтра, либо послезавтра решить, ну крайний срок уже послезавтра было решить, а человек все время это все откладывает. Либо там важный звонок нужно было сделать до обеда, а человек дотянул до завтрашнего утра. И потом с ним случается, вот это вот, даже не тройка кубкова, с ним случается ракан башни, когда важный звонок уже не человек делает, а клиент звонит, наговорил ему матов, мол так и так, почему я вчера ждал звонок утром, почему ты не позвонил. И вот это вот бегство из ситуации, да, человек почему-то не хотел звонить, может ему страшно было, неловко, неудобно, потому что весь какая-то была не очень приятная. Например, надо было сказать о том, что там сроки поставки нарушаются или может быть там, ну в общем какие-то не очень приятные моменты, на которые нужно было озвучить и прожить этот момент негативный. Но человек откладывал, откладывал, откладывал и в итоге получил еще худшее. Также может говорить о том, что в целом человек не на своем месте. Если мы говорим как о работе его явления, человек смотрим на какую-то его карьеру, на то место, где он сейчас работает, можно сказать, что он не на своем месте находится. Может также говорить о недальновидности, либо о зашоренности. Зашоренность, помните, у лошадей вот эти вот шоры, то есть которые создают узость взгляда, но лошадям они своего рода помогали не поворачивать налево-направо и не пугаться, что самое главное рядом бегущих лошадей, других повозок, чтобы они видели только на руку перед собой. И с одной стороны это вроде как бы наоборот правильное такое сосредоточение на цели, на главном. Это как больше падшей, кстати, прослеживается. Но здесь имеется в виду недальновидность в том плане, что здесь человек не видит двух кубков, что пророка Мосс, да и сами израильтяне, они во всем этом плохом, что сейчас происходит, вынуждены, либо будет происходить, не видят для чего это, не видят руки Господа, не видят невозможности исправить это здесь и сейчас, и не видят, что это будет исправлено уже самим Господом в будущем, когда будет значительная часть народа истреблена, будет рассеяна по лицу соседних государств, и потом по крупицам будет вырываться каждый праведник. Ложные проблемы. Ложные имеется в виду объективно. Да, человеку плохо, но по пророку Амосу это просто знание, это просто слова. На самом деле ничего плохого пока не произошло. Это может произойти в виде некого предупреждения. Ну, кстати, соседние карты покажут в ту или иную сторону, насколько это может произойти, либо это просто у нас как девятка мечей, когда у человека депрессняк, когда это просто какие-то эмоции, какой-то фидбэк, такой из прошлого ему прилетел, и это всколыхнуло в нем какие-то такие вот эмоции. Вообще мы помним, что по крупкам это у нас эмоции, глубокие переживания. Вот это та самая вода. Так, по взаимоотношениям между близкими людьми в паре, это переживания как таковые, как явления. Если мы говорим с вами, что вот есть две стороны, там, жених и невеста, да, как там вот, или две стороны, как, скажем, как пророк Амос с одной стороны, а с другой стороны Израиль, народ, то вот это переживание, которое ощущается им здесь и сейчас в этой ситуации, от того вот, что будет, что будет плохое. Он на этом сосредоточился, на этом плохом, он загрустил, ему нехорошо. Завышенные ожидания могут быть, и завышенные ожидания, это скорее не вот так, что они в этой карте сейчас здесь представлены, а скорее как уже результат того, что вчера были завышенные ожидания, а сегодня ты получил вот это. Ты расстроился. Простой пример. Человек каждый день, или там через день, заходит в один и тот же магазин, где пекут свежую выпечку. Какой-то конкретный магазин, там у них своя пекарня, и всегда хрустящий, замечательный хлеб, там видов 15 на выбор, и он однозначно всегда сможет купить то, что ему надо. И есть там какой-то обычный магазин, ну, такого универсального типа, где никогда свежего хлеба не бывает, мало того, как правило, не бывает того хлеба, который ему нужен, и смысла туда заходить никогда нет. И вот человек по всему обыкновению заходит в этот магазин фирменный, где пекут свежий хлеб, а вообще хлеба никакого нет. Вообще никакого. У человека были определенные какие-то ожидания, да, и они оказались, ну, в данном случае завышенными, а там ничего нету. И он расстроился, он пригорюнился вот по этой тройке кубков, тех трех кубков перевернутые. И если он сумеет повернуться назад себя и посмотреть, на тот обычный магазин и зайти туда, а там оказывается, мало того, что есть хлеб, так еще и, как назло, привезли свежий какой-то хлеб. Пусть не такой фирменный, социальный хлеб, но тем не менее свежий. И вот он взял так себе и сосредоточился на том хорошем, что там есть. Это к чему было по поводу завышенных ожиданий, да, вот что такое завышенные ожидания. Ну, в разрезе взаимоотношений, я что-то пример с хлебом привел, в разрезе взаимоотношений, понятное дело, что есть какое-то ожидание от того, как человек будет себя вести, каким он вообще является по своей натуре. Так или иначе, мы проецируем какое-то свое воображение на будущее, то, как мы его хотим видеть. Да, принц на белом расследовании, представляем, а он оказывается на белом жигуле. Вот это и есть завышенные ожидания, и тогда становится не очень приятно. Непонимание, непонимание у нас возникли между Израилем, между Господом, непонимание между пророком Амосом и между израильтянами, когда было вот это вот разоблачение, обличение, и в итоге такой некий какой-то эмоциональный конфликт. Противоречия, это сюда же, которые возникают, из-за того, что по-разному ощущается этот мир. Исправление. Исправление, скорее, это потенциально то, что может по этой карте случиться. Помните, мы там зачитывали много моментов, что вообще, по-хорошему, этот урок, если он уже и случился с тобой, лучше, конечно, его избежать, работая внутри над собой, но если он уже и случился, то в возношениях, то это то, что нужно пережить, то, что нужно пройти. И вот это именно боль, это депрессивное какое-то состояние, какая-то меланхолия по сатурну, которая может ощущаться очень хорошо, это то, что следует, не стоит его избежать, не стоит его забивать таблетками, алкоголем, его надо прохавать, его надо прожить, его надо переварить в себе, и это даст возможность как раз выйти на путь исправления. Исправление, мы сами читали, может быть разное. То есть это может быть как возврат к этим отношениям, которые и были, то есть это как некое дистанцирование временное, как между израильтянами и Господом, он их там отторкает себя в плен, а потом вернул обратно. Так и может быть разрыв с этим человеком, но налаживание отношений с другим. То есть тут акцент будет в целом на взаимоотношениях в судьбе этого человека, когда мы там желаем кому-то счастья, мы говорим, чтобы ты был счастлив, чтобы ты была счастлива, нашла свою вторую половинку. И тут уже не важно, мы не конкретизируем, что это за вторая половинка. Так вот, по исправлению это может и быть нахождение той самой второй половинки, но не в лице этого человека персонально, а в лице другого, как явление иметь в виду исправление. Свет в конце какой-то ситуации, ну свет в конце туннеля, условно говоря, тоже по этой карте может быть. И также внутренние мучения, внутренние переживания. Ну, естественно, слова можно было накидать намного больше. Я думаю, что в целом, прочитав всю эту историю и узнав много контекста, у вас есть явное, четко сформированное ощущение по этой карте, что это терзание, сомнения, переживания, которые вызваны внешними обстоятельствами, но это наша внутренняя реакция на них. И от нас с вами зависит, как быстро мы сможем их внутри себя преодолеть, преодолеть, переработать и направить какое-то конструктивное русло. Понятно, что счастье, может быть, и не получится сразу достичь в этой ситуации, но заставить эту боль работать на созидание можно. Убытки. Если мы говорим о пентаклях, сфера у нас финансов, денег, обращения с ними, то может говорить об убытках, как таковых. Пролитые чаши об этом говорят. Здесь такой явной символики нет, но все то, что может произойти негативно в ближайшем будущем с этим народом, нам об этом намекают. Когда их будут забирать в плен, когда их будут убивать, грабить и выворачивать их карманы. Необъективная оценка, когда речь идет об обращении к риэлтору, к адвокату, в общем, все, что касается каких-то земельных вопросов или вопросов материального характера, это может быть необъективная оценка. Ну, условно говоря, субъективная. То есть, когда человек сосредотачивается на всем плохом, не замечая хорошего, не имея возможности равноценно взвесить. То есть, что в этой карте это ощущается. Явно человек сосредотачивается на плохом и не видит хорошего. То есть, может быть, необъективная, субъективная оценка ситуации. Может напрямую указывать, как мы с вами прочитали, о завещании, о наследстве, в общем-то, о таком роде какой-то материальной прибыли, которая эмоционально не совсем приятна, честно говоря. Не сбывшиеся финансовые ожидания также могут быть. То есть, когда, мы с вами помните, говорили, где завышенное ожидание в взаимоотношениях, а здесь как не сбывшиеся финансовые ожидания. То есть, тоже как ожидание реальность. Вот у нас было одно видение понимания будущего, мы так на это смотрели, а потом сталкиваемся с какой-то жестокой реальностью, и у нас это вызывает вот такие вот внутри эмоциональные переживания. Ну и уроки судьбы, почему нет, они могут проявиться по тому же Сатурну в чисто физическом конкретном мире, через какие-то потери, через что-то. То есть, это само собой может выразиться в чем-то ощутимом конкретном физическом материальном, но переживаться нами будет это в первую очередь внутренне. То есть, со стороны кто-то скажет. Знаете, как анекдот вспомнил, когда в советский старый, когда сталкиваются два автомобиля, Волга и Запорожец, и выходит с Волги грузин, ну и как бы там, ну посмотрел, да машина помята, а из Запорожца вот так говорит, мужик говорит, ой, елки-палки там, мат-перемат, всю жизнь на эту машину купил, копил, и не знает теперь, что делать. Грузин говорит, слушай, зачем ты такой дорогой машина покупал? То есть, вот это вот восприятие объективной, со стороны реальности, субъективно, внутри по-разному ощущается. Для кого-то это машина, на которую он копил всю жизнь, а для кого-то это покупка, которую он, ну может, не знаю, как в метро проехаться. То есть, и это, ну, порой не зависит от количества денег, а скорее от нашего отношения к тем или иным вещам. В общем, по вот этой карте, если мы говорим о сфере Пентаклей, о материальной сфере, это могут быть уроки судьбы, которые нам стоит пройти. И именно от нас будет зависеть того, как мы их воспримем, как мы воспримем изначально, и в итоге, как мы из этих уроков выйдем, насколько мы сможем, как надолго мы погрузимся в тройку чаш, и как быстро мы сможем заметить двойку. По саморазвитию, по какой-то внутренней прокачке нас, это может говорить потенциально о новых возможностях. Да, их сейчас не видно, и да, эта карта скорее может означать что-то негативное, но позитивной в этой карте будет это новые возможности, то есть какой-то потенциал. Также это может говорить об неизвестности. Неизвестности не по срокам, как долго это будет депрессия, не длиться, не по тому, во что она вылится, как она будет сильно нас давить, либо, наверное, какого-то человека, в какую сторону она повернет, как будет развиваться. То есть такая какая-то подвешенная ситуация тут ощущается. Также может говорить о принятии, скорее этого в таком перевернутом значении будет считаться. Новые возможности, тут же перспектива роста и развития, ну, по большому счету, это слова-синонимы, просто что эта карта потенциально говорит о каких-то новых возможностях, а перспектива роста и развития это то, это то, что означает, ну, как уже карта совет, что ли, то, над чем нам самим надо будет работать. Это, конечно же, может напрямую говорить о страданиях, какие-то внутренние душевные страдания, переживания, стенания, терзания человека, и может говорить просто об одиночестве тоже. Вот так вот. Достаточно мы с вами оперативно идем, хотя информации много. И, в принципе, по большому счету, это почти все. Единственное, я там пару таких вот, как резюме, сделал заметочек, которые можно было бы зачитать, и ими уже подытожить наш сегодняшний урок. Урок этой карты с пророком Амосом это прийти в себя. Это если мы говорим об уроке, то есть не то, как эта карта описывает ситуацию, а что мы можем из этой карты извлечь. прийти в себя, заметить две чаши позади себя и принести их через мост к себе домой. Ну, это вот, если мы об этой карте говорим. Виднейшаяся крепость, чтобы начать все сначала. Река на карте символизирует поток времени и нашу жизнь. Мост символизирует два берега, два периода жизни. То есть река, как часто символически это и означает, река жизни, в общем, такая фраза существует, она здесь у нас протекает. Два берега, это как может быть две разные ситуации, как разделение на до и после. И задача наша по этой карте, это как раз перейти с одного берега на второй, прожить одну ситуацию и прийти в лучшую ситуацию. Сейчас человек стоит в пустыне с перевернутыми чашами, но повернуться, заметить две полные чаши, взять их, перейти мост на другую сторону, попасть в дом, попасть в город, попасть в лучшее время. В общем, задача такова, чтобы прожить этот урок. Если мы говорим о пророке Амосе, то если бы израильтяне его послушали и переменили свои сердца, поменяли внутри свое отношение к происходящему, стали бы на пути Господа неформально, как фарисеевым времена Иисуса, когда там вот сугубо десятину надо перенести и все. То есть тут я могу обонрать своего соплеменника и загнать бедного в еще большую бедность. Ну, действительно, главное заплатить и принести жертву мне вовремя. Все. И тогда я чист перед Господом. Нет. Чист перед Господом будешь, как там говорил Господь, не всякий говорящий мне Господи, Иисус, не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю отца моего на небесах. То есть одно дело говорить, а другое дело делать. Вот Амос на это и намекал. Как известно, опыт – это то, что мы получаем, когда не получаем то, чего хотели. И вот по этой карте, в прямом ее значении, мы получаем опыт в обмен на то, что мы не получили то, чего хотели. Помните, когда по этой карте также завышенное ожидание либо несбывшиеся надежды, то есть, либо когда сталкиваются какие-то реальности, мы ожидали себе одно, а по факту этого не случилось другое. Но при этом мы сами не думаем о том, что в этот момент мы получаем опыт. То есть мы не получили то, чего хотели, но мы получили опыт. А пока надо собраться с силами и не сломаться. Это не самое веселое время по этой карте, спору нет. Но его надо использовать для собственного развития. Со временем придут новые планы и цели. Может быть, именно вся эта ситуация возникла как раз для того, чтобы мы обратили внимание на главное. Вот то, что стоит, как резюме, вынести из этой карты в плане саморазвития, в плане вообще взгляда со стороны на клиента, на какую-то ситуацию. Что это плохая ситуация, спору нет. Но вообще для чего эта ситуация возникла? Есть два вопроса. Почему она возникла и для чего она возникла? И порой не так важно почему, как важно для чего. Потому что отвечая вопросом для чего, она нам сразу раскрывает две полные чаши. Когда мы говорим для чего, это нам дает возможность взглянуть с перспективы в будущее. Отвечая на вопрос, почему, мы просто смотрим в прошлое, констатируем некий какой-то факт и на этом замыкаемся. И как хождение по кругу может быть. От умения правильно поставить вопрос зависит от того, как мы дальше будем двигаться в этом направлении. Что-то еще хотел такое важное сказать, пока читал. Это не самое веселое время, надо использовать для собственного развития. А, вот, по поводу, когда читал по поводу кризиса. Я думаю, что вы неоднократно замечали, когда случаются какие-то финансовые кризисы, то в них всегда какие-то компании падают на дно, а какие-то очень мощные вестремы во время кризиса. Не возникал никогда вопроса вообще, почему так происходит. Почему одно и то же негативное время одних опускает на дно и ломает, а вторых, как здесь написано, а вторые используют время для собственного развития. Вот это вот не самое веселое время используют для собственного развития. Потому что пятерка кубков, вот эта вот депрессивная ситуация, это и является временем развития. И если бы израильтяне обратили внимание на слова Господа, сказанные через пророка Амоса и начали над собой работать, для них эта пятерка она бы не стала моментальной, я не знаю, там десяткой кубков. Она бы так же осталась пятеркой. Она бы единственное, что переросла из потенциальной какой-то угрозы из потенциальной башни по десятому дому, она бы переросла именно во внутреннюю работу. Она бы переросла в десятый дом на четвертом уровне прокачки. Когда большая внутренняя работа, внешне все спокойно. И они бы очень мощно выстрелили. Никто бы их не пришел и не разграбил, никто бы не забрал их детей, никто бы не изнасиловал их жен, никто бы не вывернул их карманы. Они бы жили и процветали с большой тяжелой внутренней работой. Они бы, как вот эта компания, мощно выстрелили. Поэтому сложное время, когда какое-то развивательство происходит, в финансовом мире многие компании используют как раз для роста, потому что там много работы происходит внутри этих компаний, и они это время используют для того, чтобы стартануть хорошо. Вот. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Надеюсь, что я вас не сильно пригрузил и осталось что-то полезное в умах и сердцах. Пусть информация поможет вычленять то важное и главное, что могло бы помочь в жизни проходить важные уроки задолго до того, когда Сатурн напомнит внешними тяжелыми обстоятельствами. Пусть это лучше будут заголовки газет, пусть это лучше будут какие-то подобные этому уроки, когда каждый услышит для себя что-то важное, задумается и начнет копать, искать и меняться. Ну вот, и все. Всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...